Глава тринадцатая. Гора Венеры. Когда-то я мечтал о том, чтобы посвятить этой стороне жизни чуть ли не центральное место в своих мемуарах. Я даже готов был сравняться в откровенности с теми писателями, которые славятся ею. И не из какого-нибудь цинизма или озорства я хотел это сделать. А скорее из чувства благодарности. Чувства мне вообще свойственного. Однако ныне такая задача представляется мне не столь уж соблазнительной. Не то чтобы во мне изменилась оценка когда-то испытанных чувств, а потому что с годами во мне, естественно, погас прежний пыл, да и как-то неловко человеку, убеленному сединами, все еще заниматься такими несоответствующими сюжетами. Иначе говоря, мне стыдно. И я не могу свой стыд побороть. Все же совсем исключить эту главу из своих воспоминаний я как бы не имею права. Ведь я поставил себе задачей изложить правдиво и точно весь тот быт, который окружал меня, и частью которого я был сам. И вот в этом быту, если и было принято скрывать или вуалировать область, посвященную Венере, то все же она играла большую, а часто и господствующую роль. Ведь самое наше существование, наше появление на свет, целиком зависит от этого, а не от чего-либо иного. С очень раннего детства во мне, и, вероятно, в большинстве людей, стали уже сказываться два часто между собой сплетающиеся и все же по существу различные начала, которым присвоено название «Любовь земная» и «Любовь небесная». Но только под небесной я вовсе не подразумеваю сейчас нечто совершенно от земли отделенное, серафическое, бесплотное, а подразумеваю то, что принято называть маловразумительным словом «глубокое чувство». Напротив, другое, близкое и все же по существу отличающееся от него чувство остается на поверхности и, точнее всего, характеризуется словом «похоть». В каждом из нас, и даже в ребенке, проявляется влечение к телу, безразлично к какому, только бы это была ярко выраженная телесность. Это и есть похоть, чувство животное, простое, наиболее естественное. В любви же небесной проявляется влечение к тому, что обусловлено личным началом. Одно чувство чисто стихийное, безразличное, часто принимающее нелепые, а то и безобразные формы, безобразные с точки зрения нашего внутреннего эстетического и критерия. Другое чувство всегда как-то связано с нашим представлением о чем-то возвышенном, с нашим сердцем, с нашей душой. Из моих самых первых влечений к телу, безразлично к какому, мне припоминается случай, относящийся к тому лету, который мы провели в 1876 году на даче в Петергофе. Мне было шесть лет. Здесь моими товарищами в играх были два сына местного дворника, и вот в Сашку я, ничего не зная о любви и о влюбленности, самым настоящим образом влюбился. Но не столько в него всего, сколько в его ноги. Это был мальчик лет семи, смазливенький, стройный, чистенький. Но не это меня прельщало, а прельщало то, что он всегда ходил босой. Я настоял, чтобы и мне разрешили у нас в саду разуваться. И с этого момента меня стало преследовать желание как-нибудь моими ногами коснуться до босых ног Сашки. Я даже вступил с ним в заговор, чтобы нам непременно уединиться у ледника в кустах, лечь и сплести наши ноги. Но мама вовремя заподозрила что-то неладное, нас разъединили, и с тех пор Сашке было даже запрещено являться в господский сад. Этот пример показывает, до какой степени я был предрасположен к культу Эроса. О других подобных случаях я умолчу. Однако к тому же разряду явлений можно отнести и мое обожание некоторых изображений и в первую голову композиций Толстого к поэме «Душенька», о чем я уже повествовал. Я продолжал не иметь никакого представления, в чем тут дело, и даже не подозревал, что вообще какое-то дело может быть, и однако упивался, глядя на то, как, например, «Душенька» сходит вся голенькая в купальню, или как она лежит без единого покрова рядом со своим супругом. Не мог я оторвать глаз и от изображений некоторых античных и новейших статуй. Чувства эти я скрывал, смутно догадываясь, что это нечто не совсем дозволенное. Любопытно, что при этом я обнаруживал полное безразличие к полу и даже к возрасту. Мне одинаково нравились девочки и мальчики, и даже бородатые люди или великолепные герои в шлемах. Не надо при этом думать, что я был каким-то развращенным ребенком, и что, скажем, при виде таких изображений я впадал в болезненные трансы. С другой стороны, я солгал бы, если бы стал утверждать, что они действовали на меня только в художественном смысле. Мне нравились их плечи, ноги, торсы, руки, и я был уверен, что коснуться до всего этого было бы необычайно приятно. Тут действовал зов плоти в самом своем первобытном смысле. Прибавлю еще, что я и теперь лишен способности усматривать нечто нечистое во всем том, что составляет область Венеры. Все, что не есть прямой разврат, пошлятина и грязь для грязи, упивание грязью, все в этой области чисто. С другой стороны, я представляю себе и какую-то очищенную чистоту, и были периоды, когда я к этой серафической чистоте, к чистоте Беато-Анджелико, стремился и хотел от всей души себе ее усвоить. Впрочем, спрашивается, в какой области человеческого бытия нет такой же путаницы, таких же оттенков? Разве не на них построены целые пирамиды мировых недоразумений? Разве не от них пошли религии, секты, чудесные экстазы и страшные изуверства? Свою настоящую влюбленность я пережил только восьми лет. И если я ее называю настоящей, то это потому, что я в этот раз почувствовал не только безотчетное влечение, но и нечто осознаваемое. Не обошлось тут и без того, что древние называли «ранением стрелой Амура». Эту мою первую любовь звали Варий, и была она дочерью кухарки, поступившей к нам весной 1878 года. Мама, как и большинство хозяек, была против подобных поблажек. Но на сей раз ей очень захотелось иметь эту очень ей рекомендованную Дарью, да и 11-летняя ее дочка произвела на нее выгодные впечатления. Вария буквально всех очаровывала своей миловидностью, а для меня это была большая радость получить в свое распоряжение, в добавление к унылой, излившей меня Бонни, такого прелестного товарища. Варю одели с иголочки, как тогда одевали гимназисток, то есть в коричневое платье с черным передником. И этот скромный наряд удивительно ей шел, и особенно способствовал тому, что ее, и без того необычайно свежий цвет лица, стал сияющим. Варя должна была меня очаровать и потому, что она мне до странности напоминала ту пастушку, изображение которой я нашел в каком-то французском альманахе. Совсем такая же девочка очутилась теперь в моей непосредственной близости, и уже через два или три дня после появления у нас Вари, я почувствовал упомянутый укол стрелы. Ничего еще не смысле в этих вопросах, не зная даже в точности, в чем женщина отличается от мужчины, я все же почувствовал необходимость скрыть произведенное Варей впечатление. Особенно же тщательно я прятал зашевелившееся во мне чувство от самой виновницы моего поранения. Мне все нравилось в Варе. И ее круглый еще детский овал, и нежный румянец щек, и сверкавшие при улыбке зубы, и стройная ее фигура, и каштановые, подстриженные сзади, зачесанные назад, захваченные полукруглым гребнем, волосы. Чтобы иметь Варю бок о бок со мной, ощущать ее теплоту и чувствовать ее дыхание, я придумывал всякие предлоги. Несмотря на то, что я как раз тогда сам уже умел читать, я все же требовал, чтобы Варя мне читала вслух всякую всячину, а так, как мне особенно нравилось, когда она смеялась, то я норовил подсунуть ей какую-либо потешную чепуху. К сожалению, большинство такой юмористики среди моих книжек было на немецком или на французском языках, но были у меня и русские смешные книги, и среди них Гоша Долгие Руки с превосходными и чудесно раскрашенными рисунками Берталя. Но не всегда эти чтения обходились без ссор. Варя надоедала вечно перечитывать один и тот же ребяческий вздор. Она начинала ломаться, раза два она даже швырнула книжку под кровать, а однажды, взобравшись на стул, закинула ее на верхнюю полку висячего шкафика, куда моя рука никак не могла дотянуться. Но эти, как и всякие другие ее проказы, я сносил безропотно. Я даже любил с ней ссориться. Это вносило разнообразие в наши отношения. К тому же Варя, будучи девочкой незлобивой и уступчивой, сама первая сдавалась, в шутку просила у меня прощения, и мы мирились. Иногда такие ссоры завершались робким поцелуем, который я клал на подставленную свежую ее щечку. Знала ли плутовка, какие чувства она возбуждает во мне? Видо, во всяком случае, она не подавала, и продолжала со мной обращаться, как с мальчишкой, порученном ее присмотру. Как раз моя бонна того периода была, повторяю, существом угрюмым, ленивым. Она часами сидела, погруженная в какие-то печальные мечты, а затем, незадолго до переезда на дачу, этой печальной Наталии было отказано, и некоторое время прошло без того, чтобы вообще, кроме Вари, кто-либо состоял при моей особе. Роман с Варей приобрел новый оттенок, когда мы переехали на Кушалевку. В предыдущее лето я уже отлично изучил все ближайшие окрестности нашей дачи, все заросли, все кустарники, а начав упиваться романами Жюлеверна и Купера, я все это превращал в своей фантазии в девственные леса, в джунгли, полные диких зверей и тому подобное. Варя должна была принимать участие в моих играх-представлениях. Мы с ней блуждали, умирая с голоду по пустыням. Мы спасались от тигров и крокодилов. Мы влезали невысоко, на деревья, и переходили реки вброд. Как раз для последнего похождения вполне подходящим местом был овраг, по дну которого тонким ручьем втекал в Неву излишек воды из каналов Кушалевского парка. Чтобы перейти этот страшный поток, достаточно было мне разуться и немного засучить свои штаны. Но следовавшая за мной Варя сильно сконфузилась, когда ей пришлось забрать юбки выше колен и открыть перед моими восхищенными взорами свои белые стройные ножки. Переехали мы на дачу в том году по нашему обыкновению рано. Деревья еще не все покрылись листвой, а после нескольких отменно погожих дней наступили свойственные северному маю холода. Наша экспедиция через реку происходила как раз в довольно скверную погоду, и Варя, схватив насморк, покаялась матери в том, что сначала мы решили от нее скрыть. Тут и мама забеспокоилась. Нам были запрещены слишком долгие и далекие отлучки. Играйте дома. Зачем вам так удаляться? Фразу эту приходилось слышать по нескольку раз в день, и это меня очень раздражало. Раздражала эта фраза и Варю. В этих словах чувствовалось какое-то к ней недоверие. Раза два она в резкой форме отказалась последовать за мной в наш девственный лес, а о бурном потоке и слышать больше не хотела. Кроме того, она стала проявлять какие-то непозволительные странности. То она начнет меня дразнить или высмеивать мои фантазии, то вдруг схватит и обнимет крепко, причем в таких случаях я топорщился, ибо мне становилось невыносимо стыдно. Раз мы даже подрались, и я довольно больно ударил ее по спине. Она заплакала, однако жаловаться к матери не пошла. Я же чуть с ума не сошел от раскаяния и жалости. Несколько раз и Варя меня била, чем попала, но странное дело, от этих побоев мне и в голову не приходило плакать, и я даже испытывал при этом нечто похожее на удовольствие. Своей кульминационной точке мой первый роман достиг при следующем случае. К нам на Кушалевку приехал к обеду, это уже было в конце июля, обожаемый мной Григорович, большой друг моего отца. Всякое посещение знаменитого сочинителя и бесподобного рассказчика ввергало меня в своеобразные восхищения. А тут еще летняя обстановка, чудный сияющий вечер, какие-то поэтические восторги Григоровича от деревьев, от цветов, от всего. Вместе с папой они предались воспоминаниям о тех празднествах, которые раньше происходили в этом же парке, когда гостил на Кушалевке сам Александр Дюма отец. Словом, я был возбужден, как только бывают возбуждены дети, когда им случится оказаться с теми редкими взрослыми, которых они считают почему-то за своих близких. Григоровича же я не только считал за своего близкого, но, повторяю, я его обожал. И вот этот обожаемый мной авторитет, этот полубог, тоже не устоял перед прелестью и даже в какой-то выспренней форме выразил это. Если у меня еще могли быть сомнения, что моя девочка представляет собой нечто чудесное, то после того, что произошло в тот вечер за обедом, уже никаких сомнений оставаться не могло. Сцена эта до того меня поразила, что я ее запомнил во всех подробностях. За столом сидело всего четыре человека, папа, мама, Григорович и я. Было около шести часов, следовательно, еще совершенно светло, и в тройное венецианское окно, доходившее до потолка высокой комнаты, видны были какие-то деревянные постройки, а за ними высокие деревья парка, все это, залитое солнцем. Кончалась закуска, и Дмитрий Васильевич, уплетая божественную, по его выражению, селедку, уже принялся за один из своих рассказов, как на пороге дверей из кухни появилась Варя с миской супа в руках. Появилась и остановилась в нерешительности. Дмитрий Васильевич сидел спиной к двери, но легкий шум заставил его обернуться, и не успел знаменитый сочинитель заметить девочку, как, прервав на полусловие свой рассказ, он вскочил, взмахом руки расправил бакенбарды и, подскочив к Варе, выхватил у нее миску, которую он и донес до стола, приговаривая. — Не могу я, нет, не могу, дорогая Камилла Альбертовна, чтобы такой ангел мне прислуживал. Ей быть в облаках среди небожителей, а не здесь, на Охтинской даче. Мама, привыкшая к чудачествам Григоровича, только рассмеялась. Папа шутливо что-то прибавил, я же совершенно оторопел и густо покраснел. Григорович еще раз подошел к Варе, оставшейся стоять в дверях, взял ее за руку, и привлек к своему стулу. Предложил ей несколько вопросов, на которые она ответила без особенной робости, и только после этого, закрывшись передником, она опрометью бросилась бежать. Увы, пожалуй, именно этот случай, этот апофеоз Варе, ускорил развязку. Вероятно, и до того мамочку начало беспокоить, что я так заинтересован кухаркиной дочкой. После же этого случая она встревожилась серьезно. Необходимо было удалить такую красавицу от Шуреньки, иначе ее присутствие могло бы еще повредить его здоровью. И вот в августе, в самый разгар моего обожания Варе. Зачем было теперь скрывать его, раз сам Григорович объявил, что она достойна жить среди богов? Она была внезапно удалена. Ее определили помощницей к знакомой портнихе. А там она вскоре попалась в утайке каких-то ленточек, ей было отказано, и одновременно было отказано и ее матери от нашего места. С тех пор я уже никогда Варю не видел, и мой первый роман растаял как Марьева, продолжая жить в одной только моей памяти. Следующие два года прошли без всяких особенных увлечений. Я часто встречался с разными девочками, например, со своими кузинами Верой и Катей Храбровасилевскими, или с дочерьми дяди Сезара. Я вообще предпочитал играть и быть с девочками. Мне нравилась самая атмосфера женственности, и, напротив, я ненавидел типичных мальчиков-дручунов, забияк, хвастунишек. Но ни одна из моих тогдашних подруг не возбуждала во мне особенного внимания. Но вот в 1881 году я все же влюбился. И влюбился я как раз в одну из моих кузин, в Инну Кавос, которую я и раньше видел постоянно, но которую я открыл только теперь. Мало того, на сей раз у меня впервые возникли какие-то матримониальные мечты. Инна, в отличие от своей хрупкой, золотушной и уже тогда слегка глуховатой сестры Маши, росла здоровой девочкой с некоторой склонностью к полноте. Ее даже прозвали генералом Бурбаки. Не потому, что она была действительно похожа на знаменитого французского воина, а потому, что самое слово Бурбаки вызывает представление о чем-то пышном, круглом. Бурбаки Шарль, 1816-1897, генерал, командовавший французскими войсками во времена Крымской, 1853-1856 годы, и франко-прусской компанией, 1870-1871. К Маше я тоже питал нежнейшие чувства, но они оставались неизменно братскими, такими же, как те, что я, скажем, питал к сестре Камишеньке. Они обе во многом были похожи друг на друга. Та же легкая грусть, та же венецианская склонность к беспечности, та же прекрасная, но какая-то стыдливая доброта. Проснувшаяся же так неожиданно чувство к Инне, которая была всего на два года старше меня, носила оттенок чего-то иного. Маша была для меня милой. Инну же я находил прелестной. Особенно, когда в летние праздничные дни она рядилась в кисейные платья. На нежной шее появлялся медальон на бархотке, а темные волосы перевязывала голубая лента. И вот, живя целое лето 1881 года на даче дяди Сезара в Петергофе, сам дядя лечился где-то на водах, пребывая ежечасно в обществе Инны, катаясь с ней по паркам, внимая с ней концертом в Монплезире, или же играя в крокет, я все более и более подпадал шарму этой как раз тогда расцветавшей девушке. К концу лета я уже совершенно одурел и буквально прицепился к ее юбке. Я уже не мог быть без нее. О, как я страдал, когда принуждаемой талябиной играть гаммы и экзерсисы в полутемной гостиной. Слышал из сада звонкий смех Инны, стук крокетных молотков о шары, а иногда и азартные ссоры игроков из-за какого-либо удара. О, как еще более становилось нудно, когда под контролем миссис Кеф я вынужден был дочитывать положенный кусочек какого-нибудь рассказа. А со двора по ту сторону дачи доносились визги бегающих и летающих на гигантских шагах. Как зато я бывал счастлив, когда за завтраком и за обедом, в хорошую погоду на веранде, в дурную в столовой, я оказывался рядом с Инной, и она мне передавала хлеб, наливала вино и квас. Этот домашний квас был невкусный, слишком кислый. Сказывалась экономия на сахаре Натальи Любимовны, но я выпивал его целый большой графин, только для того, чтобы иметь удовольствие видеть в непосредственной близости голый локоть Инны. Самому же мне было запрещено наливать. Я был очень неловок и мог испортить скатерть. Любил я также часы укладываний спать. Я с мамой помещался в верхнем этаже дачи, в угловой комнате, а рядом была большая спальня обеих девочек. Урывками я мог видеть, как они раздеваются, как Инна в одних панталончиках, превратившись в мальчишку, бежит к умывальнику или, как она, стоя у окна и выделяясь силуэтом на фоне белой ночи, заплетает свою тяжелую черную косу. Но не урывками, а уже совершенно откровенно я рассчитывал налюбоваться ею такой, как Бог ее создал, когда однажды мои кузины, ходившие каждый день в сопровождении миссис Кеф купаться в море, легкомысленно высказали пожелания, чтобы и я присоединился к ним. Для них я был, очевидно, все тот же маленький Шурка, с которым они совсем недавно нянчились, как с куклой, и чего-либо дурного в том, что мы все одновременно окажемся в воде, они не видели. Возможно, что я и попал бы в этот рисовавшийся мне рай, если бы меня не выдало то волнение, которое охватило меня, если бы я не слишком уж усердно торопил, чтобы мы скорее отправились на купеческую пристань. Тут миссис Кеф, посоветовавшись с мамой, объявила, что будет довольно неприлично, если такой большой мальчик будет с ними купаться. Девочки, видя, что я готов расплакаться, попробовали уверить миссис Кеф, что я еще маленький, что детей другие дамы берут с собой, что если мы разденемся в номере, а затем сразу войдем в воду, то никто даже не обратит внимания, мальчик я или девочка. Гувернантка оказалась непреклонной, и меня оставили дома. В каждом романе полагается быть кульминационному пункту. Такой кульминационный пункт моего романа с Инной следовало бы написать моего одностороннего обожания Инны, случился в осеннюю пору. То была поездка в Бобегоны. Каким-то чудом вышло, что нас, детей, отпустили проехаться с одним только конюхом в плетеном шарабане. По временам правили то Маша, то Инна, а это было для каждой из них большим и редко разрешавшимся удовольствием. Невзирая на низкие сулившие дождь тучи, мы добрались до самих Бобегон и даже зашли погреться в Никольский домик. Отпер нам его знакомый сторож-инвалид. И как раз тогда Маша, Инна и я вместе с ними осмотрели эту царскую избу во всех подробностях. Но стал накрапывать дождь, сразу стемнело, поднялся ветер, и надо было спешить домой, чтобы не промокнуть. Тут-то села править Инна, а я примастился к ней. Маша же и конюх оказались позади нас, и таким образом в течение всего обратного путешествия по склону Бобегонских высот, мимо мраморного Бельведера, мимо руина на острове, мимо Озерков и во всю длину Самсониевской аллеи, я мог касаться обожаемой девочки, представляясь мерзнущим. Какое это было блаженство — сидеть так, уткнув нос в ее плечо. Непосредственная опасность дождя миновала. Ходивший в шарабане Пеги и Пони был самым смирным животным и плелся медленной рысцой. Встречных экипажей не попадалось. Многие дачники уже перебрались в город. Инна почти не делала движений и не прибегала к хлысту. При толчках, слишком на мой вкус редких, моя голова билась о мягко упругое тело кузины, и невольно или вольно, соскальзывала на ее уже слегка выдававшуюся грудь. Все это складывалось во что-то необычайно сладостное. Изредка я поглядывал на ее профиль, на короткую верхнюю губку, на родинку у виска, на выбившиеся из-под малиновой бархатной шапочки волосы. Все это было так очаровательно. Я тут же решил, что Инна должна стать моей женой, что я вообще без нее не смогу жить. На следующий день я сделал ей своего рода предложение. Лил проливной дождь, приходилось сидеть дома и заниматься комнатными работами. Я рисовал, Инна рядом вышивала, Маша в углу слагала стихи про петерговский пароход Кокериль. Под впечатлением Никольского домика я принялся набрасывать на бумаге дачи в русском стиле. Вообще, я скорее презирал все такое мужицкое. Но Никольский домик, мельницу и другие нарядные избушки, раскинутые в парках Петергофа, я считал прелестными и даже мечтал именно в подобном домике когда-нибудь поселиться. Так затейливо перекрещивались два конька над гребнем крыши. Такие веселые букетики украшали ставни. Такая хитрая резьба окружала оконцы. А крылечко выпучивалось на кургузах с перехватцами столбиках. Но, сочиняя свой проект, я не удовольствовался разными вариантами фасадов, представляя их на выбор Инни, а при помощи линейки и циркуля начертил и планы к ним. Тут я и выдал себя. Объясняя кузине, какому назначению должно служить каждое помещение, я заговорил про мой кабинет, про ее гостиную, про нашу спальню. Инна, вероятно, смеясь в душе, совсем соглашалась, а я делал из этого заключение, что она готова стать моей и был вне себя от счастья. На этом наш роман завершился. Через несколько дней пришлось возвращаться в город. Кончилось наше житье-бытье на даче у дяди. Зимой же столь милый интим с Инной уже не возобновлялся, да и виделись мы редко. Ведь от нас, Никольской, до них на Кирочной было целое путешествие. В следующие годы я на даче дяди Сезара бывал лишь урывками. А Инна уже слишком для меня повзрослела, я стал при ней конфузиться. И конфузился тем более, что теперь, хотя с виду все еще казался невинным ребенком, я уже имел представление, благодаря просветительному действию гимназических бесед о многом таком, что превращало для меня всякую девочку в женщину, в запретный плод. Первое, но еще смутное представление о запретном плоде я приобрел следующим образом. Осенью 1881 года я провел несколько дней в гостях у сестры Камиши и там познакомился с мальчиком Борей Нарбутом, ничего общего не имеющим с моим позднейшим приятелем, чудесным художником Егором Нарбутом. Он был на два года старше меня, но уже говорил о разных жизненных вопросах с тоном опытного мужчины. Резвились мы и шалили как дети, подымая на дорожках облака пыли, лазая на деревья, но в минуты отдыха, запыхавшиеся красные и потные, мы усаживались на ступеньке крыльца дачи, в которой жили родители Бори, и каждый раз Боря начинал мне что-то рассказывать на темы совершенно для меня до той поры неведомой. Узнал я от него и некие слова, необычайное звучание которых повергало меня в странное волнение. Однако все это я хоть и слушал с напряженным интересом, но еще без всякого личного отношения. Таких собеседований было три или четыре, и в общем они прошли для меня бесследно. Мне показалось все такое скорее смешным и не заслуживающим полного доверия. Но в первые месяцы 1883 года мое знакомство с запретными плодами становится более реальным. В нашем доме на роли подняньки при маленьких моих племянниках Лансере появляется молодая и очень приятная девушка. Как раз детвора сестры Кати целых два месяца гостила у нас, во избежание заразы от свирепствовавшего тогда на охте дифтерита. Такие меры предосторожности были тогда обычным явлением. Но характер настоятельной необходимости они получили с момента, когда у Лансере и у Эдвардсов смерть от горловых болезней унесла по ребенку. Естественно, что родители стали дрожать при малейшем недомогании остальных, и что дедушка с бабушкой давали при этом случае приют внучатам. Если у нас поселялись Эдвардсы, то я в лице Джомми и Элли получал самых ретивых участников в играх, носивших зачастую дикий характер. И наш мирный, чуть сонливый дом оглашался неистовыми криками и топотом. Если же поселялись Лансере, то мы затевали с Женей и Колей более спокойные игры, а то и занятия умозрительного характера — рисование, чтение, разглядывание картинок и тому подобное. Английские племянники, хоть и были соотечественниками Шекспира, обнаруживали мало интереса к моим театральным занятиям. Напротив, оба моих полуфранцузских племянника уже обнаруживали явные признаки художественного призвания. Они были лакомыми до всяких представлений, а Женя, которому в 1883 году уже шел восьмой год, мог даже принимать участие в приготовлении декораций и в вырезании персонажей. Это был очаровательный, сосредоточенный мальчик, обожавший разглядывать книги и часами просиживавший с карандашом над бумагой, на которой получались иногда и весьма затейливые композиции. Наследственный дар перспективы проявлялся в них с особой определенностью. И вот, помянутая девушка была приставлена специально к двум девочкам, трехлетней Соне и годовалой Кате, но, естественно, что гораздо интереснее ей было находиться в обществе мальчиков, тем более, что, будучи сама совсем юной, ей было всего 16 лет, она не обладала ни в какой степени теми способностями, которые требуются для ухода за малыми ребятами. Соня, к тому же, была необычайно тихим и покладистым ребенком, и ее куда бы ни посадили, она там могла оставаться часами, ничего не делая и ничего не требуя. Крошка же Катя три четверти дня спала. Да, о ней особенно пеклась мать, продолжавшая ее кормить. Маня В. особой красотой не отличалась, но ее типично русские черты, ее удивительно свежий цвет лица, ее ласковые карие глаза и сверкавшие белизной зубы составляли с темными волосами весьма привлекательные целые. Не такие ли именно милые мовешки одерживали в помещичьих гаремах победы надписанными красавицами и завоевывали прочные места в сердцах своих обладателей? К тому же Маня не была простой и безграмотной девушкой из народа, а воспитывалась она в патриотическом сиротском институте, умела бегло читать и правильно писать, и говор у нее был чисто городской, лишенный простонародных оборотов. Патриотический сиротский институт – учебное заведение благотворительного императорского женского патриотического общества, основанного в Петербурге в 1812 году и вошедшего затем в ведомство учреждений императрицы Марии. Словом, моя новая пассия была почти барышней, а единственная ее тетка была почти купчихой, ибо держала молочную торговлю на охте. Начитавшись романов, не романов Купера и Верна, а уже настоящих Дюма и Феваля, я как раз мечтал тогда о собственном настоящем романе. Первые недели пребывания у нас в Мане прошли без того, чтобы я почувствовал какой-либо особый интерес к ней, но постепенно я стал все больше обращать на нее внимание. В гимназии же я теперь томился вдвойне не потому, что там было скучно на уроках, и не потому, что меня дома ожидали игры с Женей и Колей, а потому, что мне уже очень хотелось очутиться снова в обществе этой веселой и милой девицы. Предлогом для того, чтобы получать Маню в наше распоряжение, у нас мальчиков служило общее чтение. Я засаживал Женю и Колю за рисование, сам же принимался за какую-нибудь работу, Соне давали кубики, а Маня В. должна была нас всех развлекать похождениями Гулливера или Робинзона, что она и делала с охотой, так как сама заинтересовывалась этими чудесными историями. И вот где-нибудь в чертежной, если глядеть со стороны, представлялась милая и невинная картина, дышавшая семейным уютом. При свете лампы дети разного возраста были поглощены кто рисованием, кто какой-нибудь игрой, тогда как старшая сестра в своем скромном сером платье с белым передником склоняла свою голову над страницами невинных рассказов. Однако, если вглядеться в эту картину, то оказывалось, что один из мальчиков с каждым вечером норовил сесть поближе к читальщице, а иногда даже клал руку вокруг ее талии и прижимал свою голову к ее плечу, не встречая с ее стороны никакого сопротивления. Не раз мама, начинавшая подозревать что-то неладное, внезапно входила в комнату и нарушала эту гармонию. И до чего же несносными казались мне эти большие и старшие, вечно озабоченные нашим воспитанием и хранением нашего добронравия. Каждый раз вслед за таким посещением мамы или Кати, Маня должна была прерывать чтение, и ее усылали на другой конец квартиры. Мне же мамочка с несколько сокрушенным видом предлагала вопрос, почему ты так близко подсаживаешься к этой молоденькой девушке. Мама даже пробовала мне внушить, что это вредно для здоровья, но с этим я уже никак не мог согласиться, так как, напротив, чувствовал теперь наплыв каких-то чрезвычайных новых сил. Увы, такая идиллия не могла долго продолжаться. Тринадцатилетний Шуренька стал, наконец, проявлять свои назревшие чувства с такой недвусмысленной ясностью, что пришлось принять крутые меры. Заметил ли кто-нибудь, что теперь и Маня стала отвечать на мои авансы, как тогда говорили, что мы все чаще уединяемся в последней зеленой комнате, где нам обоим одновременно нечего было делать. Но на пути моей первой пассии стали восставать всякие препятствия. Так моей избраннице стали поручать стирку на кухне. И я теперь видел ее там с оголенными до плеч руками за мытьем пеленок. Разумеется, такие репрессии не только не способствовали моему охлаждению, а, напротив, лишь возбуждали жалость к той, которую я хотел бы видеть на троне. Я даже несколько раз совершал вящую неосторожность за Маню заступиться. Как бы то ни было, Маня была отказана от места. Невозможно передать охватившее меня тогда горе. Сначала я догадался по заплаканным глазам Мани, что стряслась какая-то беда. А затем и доподлинно узнал из уст Ольги Ивановны про убийственную новость. Мое отчаяние было самым подлинным и без всякого наигрыша. И тут уж я не смог скрывать свои чувства. Напротив, я решил отомстить разлучникам, собственной смертью. И решил к великому ужасу мамы заморить себя голодом. Полтора дня я провалялся на постели, не вкушая никакой пищи и обливаясь слезами. На третий день я нашел, что мне необходимо как-то выявить свои трагические переживания. И сначала я попытался нарисовать портрет Мани. Она сразу после отказа ушла и даже не простилась со мной. Ей, вероятно, этого не позволили. А когда из этого ничего не вышло, то сочинил рот какой-то печально-героической арии, которая показалась мне превосходным выражением того, что я испытывал. Мой роман с Маней, естественно, должен был бы кончиться на этом. Но совершенно неожиданно он получил иное завершение. Приблизительно через неделю после того, как она покинула наш дом, и как раз в четверг на Вербной, мой дальний кузен, Аркаша Храбровасилевский, юноша лет шестнадцати, зашел к нам невзначай. И, желая меня развлечь, мама, вероятно, жаловалась ему на мое состояние, предложил мне пойти вместе прогуляться. Последние дни я безвыходно сидел дома, в гимназию отказывался ходить и вообще всячески выражал, что я убит горем. Но добродушному и всегда веселому Аркаше эта веселость не помешала ему года через два покончить с собой, удалось-таки после нескольких уговоров выманить меня из моей комнаты. Как раз в этот день окна на улицу по всей квартире были с утра освобождены от зимних рам, и некоторые стояли настежь открытыми. Необычайно нагретый для марта воздух вливал с потоками, распространяя по комнатам тот особый бодрящий и опьяняющий дух, что так убедительно возвещал о начале весны. Тут мне и самому захотелось выйти на улицу. Я обожал эту странную пору ранней петербургской весны. На улицах виднелись дворники, которые, сняв тулупы и вооружившись метлами и лопатами, очищали мостовую от последних следов зимы. Возникавшие от таяния снега потоки прокладывали себе путь между обледенелыми и звилинами. Солнце ослепительно сияло не только в небе, но и в любой луже, а уличные мальчишки пускали бумажные кораблики. Когда мы дошли по морской до арки штаба, у Аркаши явилась мысль, не зайти ли, благо оставалось перейти одну только дворцовую площадь в Эрмитаж. До того дня я в Эрмитаже был всего один раз, лет пяти, и осталось у меня о том самое смутное воспоминание о каких-то зеркальных паркетах, об огромных вазах, о массе золота на диванах и столах и от бесчисленных картин в золоченых рамах на стенах. На сей же раз я входил в Эрмитаж более подготовленным и даже считая себя в некотором смысле знатоком в искусстве. И как раз то были дни, когда по случаю пятисотлетия со дня рождения Рафаэля была устроена в рафаэлевских лоджиях выставка, состоявшая как из оригинальных картин кисти великого художника, коими тогда гордился наш музей, так и из целого ряда гравюр и фотографий с его произведений. Но не это все меня тогда поразило, а обомлел я перед Помпеей Брюллова, висевшей в одной из русских зал нашего музея. Я оторваться не мог от этой великолепной, грандиозной картины, восторженной описания, которой я читал у Гоголя. В статье «Последний день Помпея» картина Брюллова написанной в 1834 году. От избытка впечатлений у меня разболелась голова. Я почувствовал даже рот дурноты и потому сразу по выходе из Эрмитажа потребовал, чтобы кузен взял извозчика. Тут-то по возвращении домой и получилось то чудо, которое придало какое-то очаровательное завершение моему первому серьезному роману. Все до того странно соединилось и до того сгармонировалось, что среди тысяч и тысяч других дней этот вербный четверг 1883 года остался в памяти, окруженный каким-то бесподобным сиянием. И что за беда, если весь тот мой полудетский роман был чем-то таким, что происходило чуть ли не в каждом доме? Сколько мне самому известно, с таких же недостойных амуров, в большинстве случаев не оставляющих ни малейших следов в дальнейшем, обыкновенно и начинается эротический опыт юношей буржуазной среды. С другой стороны, какое значение имеет то, что и в тогдашнем моем случае было больше воображения и всяких стечений обстоятельств, благодаря которым все представилось в особом и, вероятно, ложном свете? Мой роман с маней В. трудно раздуть во что-то литературно-поэтическое и гораздо легче его изобразить в виде чего-то банального и чуть комического. А произошло вот что. Доехав до дому, я почувствовал такую разбитость, что даже не попросил Аркашу к нам зайти, а простился с ним у подъезда. Я мечтал только об одном — лечь и выспаться. Полный одного этого желания, я дергаю за звонок у двери нашей квартиры, слышу чьи-то приближающиеся шаги, и кто же мне отворяет дверь? Маня. Маня, взволнованная, розовая, улыбающаяся. Оказалось, что она зашла за своими вещами и чтобы попросить рекомендацию для нового места. Но случилось как раз, что все наши должны были отправиться на праздничный шоколад в соседнюю квартиру к дяде Косте, а новая няня отпросилась со двора. Маней предложили постеречь спящую маленькую годовалую Катю. Таким образом, в большой квартире мы оказались совершенно одни, так как и находившиеся за тремя дверьми в кухне прислуги в комнатах не появлялись. Мы могли делать что нам угодно. Только в момент, когда мы сомкнули наши уста в прощальном поцелуе, вернулись наши. Заслышав их издали, я успел пробежать к себе в красную комнату и устроиться на своем узком диванчике, как ни в чем не бывало. Когда сестра Катя заглянула ко мне, то я очень удачно изобразил из себя глубоко заснувшего. Да действительно, я вскоре и заснул, как убитый, а когда проснулся, то и следа больше не оставалось от мани. Хоть мы и надавали друг другу обещаний, что будем втайне видеться, что я ей напишу, когда и где нам встретиться, однако по неопытности я забыл спросить ее адрес, да и едва ли я сумел бы найти ту форму письма, которая годилась бы для таких совсем для меня новых обстоятельств. Возможно, что нашим показалось странным, что я как-то сразу воспрянул и уже совершенно больше не страдал, но если им это и показалось, то никто виду не подал. Я же как-то сразу примирился с тем, что продолжения не будет. Я успокоился, а уже через день или два весь этот чудесный случай стал казаться далеким, чем-то вроде прочитанной прелестной книги. Мало того, когда Маня еще раз и в последней через несколько недель зашла, чтобы спросить новую рекомендацию, ибо на первом месте она не ужилась, я только пожал ей украдкой руку, но и тут адреса не спросил, вполне на сей раз сознавая, что все кончено. О следующем своем романе я предпочитаю молчать, хотя он длился с двумя перерывами целых три года и моментами приобретал очень жгучий характер. Решил же я умолчать о нем, чувствую себя бессильным, передать хотя бы приблизительно то, что было в нем самого прекрасного и необычайного. Скажу только, что этот второй настоящий роман был совершенно лишен какой-либо психологичности, и тем не менее он протекал далеко небезмятежно. Моя подруга проявляла то необыкновенную для ее возраста пылкость, то удалялась от меня, и тогда наступали длительные периоды размолвки и необъяснимых капризов. В счастливые периоды я затруднился бы признаться перед самим собой, что люблю ее, но когда она избегала меня, я страдал ужасно, и тогда принимался ненавидеть прелестную, но жестокую девочку. Тут и дошло в первые месяцы 1884 года до того, что я совершенно обезумел. Тут со мной и стали делаться те припадки отчаяния, о которых я уже рассказывал. Тут однажды меня и отвел домой рыжий Герр Шульц. Как в детстве я мечтал о волшебной палочке, так и теперь, начитавшись Жозефа Бальзамо, я мечтал найти какое-либо магическое любовное зелье, чтобы снова вернуть мне мучительницу. Роман Александра Дюма «Жозеф Бальзамо», посвященный приключениям знаменитого в Европе второй половины XVIII века мага Шарлатана Жозефа Бальзамо, графа Клиостре. Впрочем, в этот же период мне иногда удавалось отвлекаться временами от своего главного романа. Несколько раз я бывал охвачен другими, но скоро проходящими увлечениями. Именно тогда, во время одного спектакля конька-горбунка, я воспылал страстью к Марии Петипа. И особенно тронул меня момент, когда молодцеватый Лукьянов в заключении малороссийского танца, схватив Марусю за оголенное, чудесно круглившееся и блестевшее белизной плечо, громко на весь зал поцеловал ее в уста, после чего она, отираясь рукавом, убегала в своих высоких красных сапогах за кулисы. То было время, когда мне в компании с моим другом Володей Кинт уже разрешали одним ходить в театр, и именно тогда мы оба за год до приезда Цукки сделались ярыми балетоманами. Театр был в трех минутах ходьбы от нашего дома, а так как на пустующие тогда балеты нам удавалось получать места даром, то мы и не пропускали ни одного конька или коппелии. В последнем балете та же Мария Мариусовна пленила и разжигала нас несказанно. Правда, она появлялась только в первом акте, в Мазурке и в Чардаше, но этого было достаточно, чтобы я и Володя впадали на весь вечер в какое-то неистовство. Под чудесную музыку де-либо блестяще и лихо плясала долговязая Маруся, казавшаяся слишком большой среди других танцовщиц. Впрочем, даже ее дефекты как артистки прибавляли в наших глазах ей прелесть. Благодаря им как-то особенно выявлялось в красавице нечто вульгарно обещающее. Взоры, которые она метала в изгибы изгибы ее стана, ее безудержное не слишком высокого вкуса ухарство точно приглашали к развеселым и сладчайшим утехам. Как раз в ту эпоху у брата Альбера чуть ли не через день бывал официальный друг Марии Мариусовны флигель-адъютант Дерфельден. Я мечтал, чтобы он меня познакомил с дивной вакханкой, но когда это однажды случилось на лестнице того дома, где они жили и где поселился в квартире рядом мой брат Михаил, то я так опешил, что остался без языка, выразив всем своим обликом одну только беспомощность четырнадцатилетнего пижона. Запомнился мне и другой случай, имевший отношение к моему безумному увлечению прелестной танцовщицей. Сложность, а моментами и мучительность моих эротических переживаний в этот период, весна 1884 года, привели к тому, что я сильно запустил свое гимназическое учение. Время же весенних экзаменов приближалось. Пришлось прибегнуть к ускоренному способу подготовки, иначе говоря, к помощи репетитора. Перебывало тогда у меня их несколько, но лишь один, уже помянутый Владимир Андреевич Соловьев сумел меня так подвинуть в латыни и в математике, что благодаря ему я явился на экзамены вполне подготовленным. Соловьев сумел и лично расположить меня к себе. Наши встречи заключались не в одном приготовлении уроков, но в беседах на самые разнообразные темы. Соловьев с виду типичный студент бедняк, одетый не по сезону легко во что-то светлое и очень ветхое, долговязый, курносый, с костлявыми красными руками, торчавшими прямо из пиджака без намека на белье, быстрый в движениях, но несколько неуклюжий, сначала меня шокировал своими манерами. При этом у Соловьева ко всяким его повадкам, с которыми он входил, садился, разваливался, закуривал одну папиросу за другой, соряв всюду пеплом, прибавлялось еще нечто плебейское, употребляю тогдашние выражения, и это меня сначала так раздражало, что я даже стал просить маму ему отказать. Но постепенно наши отношения стали меняться. Однажды мы случайно попали с ним на какую-то одинаково интересовавшую вне наших учебных обязанностей тему, вероятно, на какие-то театральные впечатления, и тут Цезарь и Овидий были отложены и завязалась уютнейшая дружеская болтовня. С этого вечера я не только не избегал уроков Соловьева, но ожидал их как некое удовольствие, и эти уроки стали затягиваться на два, на три часа. Чай нам подавали в классную комнату, и бедный Соловьев съедал один бутерброд за другим, а также все печенье. При этом и учение пошло успешнее. Чтобы скорее добраться до разговоров, я прилагал несвойственное мне усердие, и при совершенно исключительных педагогических способностях Владимира Андреевича это давало великолепные результаты. Очень скоро я уже наловчился переводить с листа латинские тексты, а те ненавистные арифметические задачи, которые повергали меня в уныние, какие-то поезда, какие-то водоемы, какие-то цибики смешанного чая, я стал решать с удивительной быстротой. Вспоминаю еще об одном глупейшем эпизодике в связи с моей страстью к Марусе Петипа. Сам этот случай настолько глуп, что расскажу я про него только потому, что именно эта глупость уж очень характерна для моего тогдашнего состояния. С одной стороны, рыцарь с оттенком Дон Жуана, дебошир эпохи регенства, а с другой мальчишка, крадущий из-под носа учителя нечто такое, что ему вдруг совсем по-мальчишески захотелось иметь. Приходится покаяться. Моя страсть к Марии Петипа довела меня до воровства. Но только предметом хищения оказалась не какая-нибудь драгоценная безделушка или кшелек, набитый золотом, а была эта маленькая картонная коробочка, в которой умещалось не более десяти штук дешевых папирос. Ее только что в лавочке купил Владимир Андреевич, а, войдя в классную, швырнул на стол. Каково же было мое изумление, когда на крышке этой коробки я увидел обожаемые черты Маруси, мало того, ее оголенные плечи, ее прелестные немного длинные руки. Это была посредственная репродукция с какой-то недавней фотографии, кажется, из балета Фиометта. Но узнать ее все же было легко, мало того, удачно был передан ее заигрывающий взгляд, ее соблазнительная улыбка. Странное дело, при всей моей балетомании и при том, что у меня были кое-какие карманные деньги, я до того момента не догадывался, что можно купить за какой-нибудь рубль фотографию популярной артистки. Теперь же такой портрет валялся тут передо мной на столе. Занимался я в этот вечер из рук вон плохо. Мешал зародившийся в голове план. Как бы этим талисманом овладеть. Под предлогом, что у меня разболелась голова и что комнату надо проветрить, я предложил Владимиру Андреевичу пойти, в виде исключения, выкушать чай в столовую. И вот во время чаепития я успел один вернуться в учебную, схватить коробку и засунуть ее в самую глубину своего письменного стола. Оставалась еще одна папироска, и Соловьев, видимо, это помнил, ибо по возвращении из столовой он принялся искать коробочку. С еще большим рвением искал и я, но, разумеется, коробочка сгинула, или, вернее, она осталась в моем владении. Из сказанного явствует, что моя сентиментальная жизнь в этот период 1883-84 была достаточно сложная и путанная. Однако, кроме всех этих моих влюбленностей в реальных особ, причем я умалчиваю о главном тогдашнем моем романе, попутно я влюблялся и в существа и реальные, и из них некоторые влекли за собой и очень интенсивные страдания. Эти предметы поклонения были то литературного, то художественного порядка. Среди художественных влюблений я, кажется, уже упоминал Хлою, которую в целом ряде иллюстраций очаровательно изобразил Прюдон, а также Психею, созданную Толстым. Из литературных же особенно сильно захватило меня чувство, которым я воспылал к полутелесной героине рассказа Тургенева «Призраки». Как раз тогда известный книгопродавец Глазунов подарил папе только что им изданное полное собрание сочинений Иван Сергеевич. Я с жадностью и спутанной для себя пользой поглощал один за другим все знаменитые рассказы, причем наибольшее впечатление на меня произвела Ася и Вешние воды, а Базаров и Нежданов были зачислены сразу в злейшие мои враги. Но свихнулся я только тогда, когда после всего я неожиданно наткнулся на ту странную повесть, которую так зло пародировал Достоевский в «Бесах». по мнению исследователей творчества Достоевского Мерси Кармазинова прочитанная им с эстрады на празднике в пользу гувернанток Бесы часть 3 глава 1 праздник пародия на содержание и стиль сразу нескольких произведений Иван Сергеевич Тургенева 60-х годов «Довольно призраки по поводу отцов и детей». Сам же я был слишком доверчив и просто юн, чтобы разбираться в том, что в призраках есть надуманного и фальшивого. Я не только не смог бы в этой повести что-либо критиковать, но в целом я принял ее за нечто возможное, за жуткую и совершенно достоверную быль. В течение многих ночей я после этого ждал, что и меня посетит прелестный призрак, и несколько раз мне даже казалось, что я слышу тот стеклянный звук, который предвещал его появление. Вперив взор в темноту комнаты, едва освещенную отблеском уличных фонарей, я пытался различить форму ее, и моментами мне мерещилось, что я и в действительности вижу, что неясный милый образ колышется, придвигается ко мне. В конце концов, муки, причиняемые мне капризами моей главной пассии и нежелание тургеневского призрака меня осчастливить так, как он осчастливил героя рассказа, слилось в одно сложное и необычайно нелепое чувство. Я был тогда положительно близок к помешательству, и, пожалуй, со мной могло случиться нечто, чему не смогли бы помочь никакие шульцы, если бы вся эта путаница не разрешилась тем, что капризы главной пассии внезапно прекратились. Одновременно городская жизнь с наступлением лета сменилась дачной с ее привольем. Во вторую половину лета 1884 года мне представился новый повод к любовному помешательству. На сей раз полная реальность и все же известная фантасмагоричность сплелись в одно наваждение, в плену которого я оставался целых три месяца. Реальная сторона заключалась в том, что я тогда познакомился с настоящей усадебной деревенской жизнью, к тому же в чарующе своеобразной обстановке Украины. Фантасмагорическая же сторона заключалась в том, что я без памяти влюбился в деревенскую девушку, стоявшую у моей сестры Кате в услужении. Влюбившись, я наделил в своем воображении эту простую и, вероятно, совершенно обыкновенную крестьянку всеми качествами и добродетелями. Это было еще одно недостойное приличного человека увлечение. Это был столь презираемый роман с прислугой. Недостойность этого романа усугубилась еще тем, что я так-таки ничего от этой особы не добился. В свое же оправдание я могу привести, во-первых, то, что вся новизна обстановки меня настроила на совершенно особый лад, так что я мог, пожалуй, подобно Дон Кихоту и самую ужасную Мариторну принять за Дульцинею. А к тому же эта моя Дульцинея была вовсе не Мариторна, а достойна внимания человека и с весьма разборчивым вкусом. Мой роман, в общем, типично мальчишеский, начался с того, что я влюбился уже в некую идею такого деревенского романа. И это еще в Петербурге понаслышке. Точнее, я не влюбился, а приготовился влюбиться, слушая восторженные рассказы об имении моей сестры, нескучном, нашего свойственника Анатолия Александровича Серебрякова, мы за которого отстояло от усадьбы Лансере всего в полуверсте. Моей сестрой Катей было поручено Серебрякову соблазнить моих родителей приехать погостить. И мама стала склоняться последовать этому приглашению. Но какие-то дела заставили папу отложить эту поездку, и тогда мама предложила мне отправиться к сестре одному. Я не сразу согласился. Меня смущало то, как это я лишусь мамочкина крылышка и поеду один через всю Россию. Но Анатолий Александрович при повторных визитах до того красноречиво продолжал настаивать, повел такие речи, что я наконец и поддался соблазну. Пока, впрочем, он описывал роскошь фруктовых садов, тенистость векового парка, красоту полей, обилие раков в речке, занимательность экскурсий по окрестностям, я не был в состоянии пересилить страх перед таким своим первым вылетом из родного гнезда. Когда же он заговорил о том, что у Кати полон дом настоящих красавец, а к тому еще прибавил шутя, что представительницы прекрасного пола на Украине необычайно милые и сговорчивые, то мое решение вдруг созрело. Немедленно было приступлено к сборам, и через день или два после того, что был отпразднован первого июля день рождения папы, я отбыл из Петербурга в сопровождении нашей домашней портнихи Аннушки, особой уважаемый, богомольный, при этом очень некрасивый и абсолютно для меня не опасный. Ее тоже выписывала Катя для каких-то работ, а на время пути она должна была служить моим ментором. Нигде не останавливаясь, покатили мы с Аннушкой через Москву, Тулу, Орел, Курск, конечным же путем был Белгород. От Харькова было бы ближе до имения Лансере, но шоссейная дорога до Нескушного была размыта дождями и по ней временно прекратилось движение. Белгород, вполне оправдывающий свое название, благодаря обступающим его меловым белым холмам, показался мне унылым и тоскливым. Но нам не пришлось в нем пробыть и получаса, так как сразу нашелся у указанного в письме Кати трактира Тарантас из Нескушного. Я был несколько обижен, что меня не удостоили коляски, что вместо приличного кучера рядом, рядом, а не передо мной, сидел довольно плюгавого вида мужичонка. И это неприятное впечатление уступило другим, как только мы поднялись на первую из высот, которых предстояло на этом сорокапятиверстном пути одолеть немало. Вид, открывшийся оттуда, был поистине восхитительный в своем безграничном просторе и в своей солнечной насыщенности. Ряды невысоких холмов тянулись один за другим, все более растворяясь и голубее, а по круглым их склонам желтели и зеленели луга и поля. Местами же выделялись небольшие сочные купы деревьев, среди которых ярко белели хаты с их приветливыми квадратными оконцами. Своеобразную живописность придавали всюду торчавшие по холмам ветряные мельницы. Все это дышало благодатью и несравненно большей культурностью почти что за границей, нежели все то, что я видел в окрестных с Петербургом деревушках и только что на своем пути из окон вагона. приглядевшись к моему мужичку вознице, я и его оценил и даже вступил с ним в разговор. Это был великорос москаль, говоривший по-русски, а не по-украински, и он сразу выказал себя парнем сметливым, остроумным и в некотором смысле даже образованным. Как затем выяснилось, он был мастер на все руки и в имении у сестры исполнял самые разнообразные обязанности, начиная, как в данном случае с кучера, кончая механиком, слесарем и столяром. Но прозвище ему данное, и которого он вовсе не стыдился, не рекомендовало его как человека образцовой честности. Его все звали Ванька Жулик, и это свое наименование он частично оправдывал, правда, несерьезными, но все же непозволительными проделками. Надо еще сказать, что Ванька Жулик был и великим виртуозом на гармонике, превосходно танцевал и ухаживал напропалую за девчатами, а два раза в неделю напивался вдрызг пьян. Все это вместе взятое придавало его личности какой-то ореол. С виду же это был довольно щуплый, невысокий блондин, с мягкими, скорее, приятными чертами лица, с жидкой бороденкой, с ясно-голубыми глазами. Одет он был почти по-нищенски. Все, что зарабатывал, он пропивал или раздаривал своим подругам. Если же что получал с барского плеча, то и это через короткое время он нес в кабак. Проехав, качаясь и прыгая, оставляя за собой облака пыли часа три с половиной, и как раз, когда мы взобрались на более высокий холм, Ванька попридержал лошадь, поднял кнут и вымолвил, не выпуская изо рта цигарку. Вот она, нескучная. И действительно, в открывшейся перед нами долине, и еще довольно далеко, показался белый господский дом, выделявшийся на фоне массы деревьев. Поодаль в поле стояла белая церковь с двумя зелеными куполами, а еще дальше расположились сараи и амбары разные величины и назначения. Все это мне показалось очень внушительным, и я немало возгордился в душе, считая, что все это как бы и наше, мое, раз оно принадлежит моей сестре Кате. Еще минут через десять тарантас прогремел помсту через полувысохшую реченку, сбоку под липами мелькнула готическая кузница, потянулись крытые соломой здания скотного двора иконского завода, и, наконец, вытянулся отделенный от дороги дом какого-то курьезного доморощенного стиля, в котором формы готики и классики сочетались весьма причудливым образом. Тут у ворот уже стояли поджидавшие меня родные с угрюмом Женей и сияющей Катей во голове, а среди группировавшихся позади намочадцев я сразу же различил высокую стройную девушку с каким-то трогательно детским лицом. Это была подгорничная липа. Первые дни моего нескучанского пребывания прошли без того, чтобы я почувствовал какое-либо серьезное сердечное ранение. Не до того было. Слишком было много новых впечатлений. Слишком много меня таскали по прогулкам и устроенным в мою честь пикникам. В большое соседнее село Веселое, в рощу Дубки, к славившемуся орешникам оврагу. Слишком обильно я нагружался всякими новыми для меня яствами. Непонятно даже, как желудок выдерживал такое количество снеди. И особенно кукурузы, только что сорванной, и которую так приятно было отгрызать, смазав сливочным маслом. Я слишком уставал, слишком бесился, играя с племянниками. И тут же слишком старался показаться взрослым, ухаживая за сестрой Евгения Лансере Зиной Серебряковой, и за ее подругой, смазливой и смешливой вдовицей госпожой Поповой. Но когда все это первое возбуждение улеглось, и потекла будничная жизнь, то я стал оглядываться на ближайшее, и тут я оценил прелесть Липы, тут снова я и попался в сети Купидона. Спал я в угловой комнате с окнами, затемненными вековыми деревьями, но, несмотря на это, как только начинало брезжить утро, так начиналась мука от бесчисленных мух. Чтобы спасти меня от них, окна завешивались темной занавеской, и вот получавшаяся от этого искусственная ночь сменялась серым полумраком, когда отворялась дверь в соседнюю гостиную, а затем сразу наступал день, когда отдергивалась занавеска. Роль такой Авроры и играла Липа, которой было наказано будить меня за полчаса до утреннего кофе, и которая входила, неся в руках вычищенное платье и сапоги. Слов никаких при этом она не произносила, а лишь спокойно и старательно производила довольно сложную операцию отшпиливания и отвешивания занавесок. Первые дни такое нарушение сладости предутреннего сна меня раздражало, и какой же у меня был тогда сон, но постепенно я, напротив, стал этот момент ценить и ожидать. Меня он уже не будил, а я лежал добрых полчаса до него с открытыми глазами, прислушиваясь ко всем шумам пробуждающегося дома. Наконец, скрипнет дверь столовой, послышится поступь босых ног по полу гостиной, повернется ручка моей двери, и в комнату проскользнет ее тень. Эта тень превращалась затем на фоне окна в силуэт стройной полногрудой девушки, которая, освещенная зеленым отблеском деревьев, шла обратно к двери и с легким поклоном говорила «Здравствуйте, барин, пора вставать». Самое прелестное в этом ежеутреннем явлении были именно эти шаги липы, эти легкие удары босых ног по паркету. Из смазливой горничной, за которой можно приударить, липа с каждым днем превращалась в моих глазах в существо, не имеющее себе подобных. Происходила же эта метаморфоза как-то вкратчивая, разумеется, менее всего по вине или по желанию самой девушки, которая только тогда заметила, что у Борчука к ней особенные чувства, когда я стал это выражать в откровенной форме. Эти откровенные формы были в большом ходу, в нескучном, и откровеннее всего свои чувства выражал помянутый Ванька жулик. У него была всему дому известная связь с сестрой Липой Ольгой, также очень красивой женщиной, тоже служившей горничной, однако это не мешало Ваньке тут же на глазах своей возлюбленной заигрывать с другими девчатами и даже хватать, тискать и целовать их, куда попало. Сопротивлялись деревенские красавицы слабо. Легкость, с которой можно было добиться у них чего угодно, и моя дружба с жуликом, который меня занимал своими картинными и крайне нескромными рассказами, должны были и меня наталкивать на подобную предприимчивость, но для этого, скажу откровенно, у меня не хватило желания. Я даже чуть брезгал этих не слишком чистоплотных и уж больно доступных прелестниц. И вот попробовав такое же прямое действие в отношении Липы, я наткнулся на решительное сопротивление. Это было при царивших местных нравах чем-то необычайным, но это особенно и разожгло мою страсть. Поцеловать Липа себя разрешала только в щеку. Разрешала она и погладить себя по плечу или по наполовину оголенной руке. Но как только я становился более отважным, так получал решительный отпор. И этот отпор действовал тем сильнее, что он сопровождался не каким-либо возмущенным воскресанием, негодующими взглядами, смехом или битьем по рукам, а сопровождался он простым, безмолвным, но явно неумолимым отстранением. В этой девушке было что-то до такой степени природно-степенное, такая подлинная, приправленная грустью, скромность, что и при малейшем сопротивлении руки сами собой опускались, и мне становилось только убийственно неловко. И чем стыднее делалось от этих тщетных и все же то и дело возобновляемых попыток завоевать липу, тем сильнее стал говорить во мне уже не простой каприз испорченного мальчишки, а чувство более серьезное. Мне уже казалось, что я не могу жить без нее, что я не в силах буду расстаться с ней. Забродили и нелепые для четырнадцатилетнего мальчишки мысли о браке. И тут как раз я получил ошеломивший меня удар. От одной из прислуг Лукерьи я узнал, что Липа невеста и что на днях к ней приедет жених. Все вдруг для меня померкло и, забравшись в самые запущенные заросли сада, обжигаясь о крапиву, я бросился на землю и предался беснованию полного отчаяния. Нечто подобное я уже испытал год назад, когда ушла от нас маня, но там не было ревности, здесь же я впервые почувствовал до физической боли остроту ее укола. Кто же это мог быть? Кто дерзал искать обладание моей липой, этой богини? Какой-нибудь мужик, набитый дурак, который ничего не сможет понять в исключительной красоте и прелести девушки, покорившей мое сердце? Некоторым утешением мне было только то, что липа на вопрос, правда ли, что она невеста, пожала плечами и молвила «Все брешьт, Лукерья!» Никакого де у нее жениха нет, а действительно сватался вдовец из далекого за сорок верст села, но сестра Ольга была более категорична. Когда в поисках истины я как-то отыскал ее в коморке под лестницей, служившей ей спальней, то застал ее уткнувшейся головой в подушке и всю содрогавшуюся от рыданий. Она как раз переживала очередной кризис своего романа с Ванькой. Сквозь пальцы, закрывавшие ее залитое слезами лицо, она, всхлипывая от собственного горя, подтвердила Лукерьяна сообщение, как будто даже она была рада, что сестру упекут куда-то и что ей готовится нелегкая жизнь. Пусть же отведает и она горя, пусть попробует легко ли в семнадцать лет стать мачехой чужих детей. А через два-три дня, пережитых мной в сомнениях, я уже собственными глазами увидел жениха липы. Мужик этот был тоже русский, а не хохол, с окладистой светлой бородой, рослый, довольно красивый и чисто одетый. Он степенно пил чай на кухне у окна, а липа ему прислуживала. Я поздоровался с соперником за руку, у меня тогда выработалась такая демократическая манера со всеми здороваться за руку, и мне это очень нравилось, предложил ему даже какой-то вопрос, но от чаепития с ним отказался. К удивлению своему, я при этом никакой злобы против того, кого еще накануне готов был зарезать и изрубить, не почувствовал. Напротив, вся эта картина чаепития в белой большой кухне с плитой, в пестрах израстцах осталась у меня в памяти как нечто скорее приветливое и милое. Но горе мое все же не знало границ. В уединении я обливался слезами, да и на людях меня не оставлял трагический вид, что служило поводом к особенно злому издевательству моего зять. Так и вижу его в его татарской ермолке, в его бешмете, сидящем в глубоком кресле в столовой и что-то делающем своими инструментами над очередной восковой фигуркой, которую он вертел в руках. Иногда он поверх очков бросал взгляд на меня, валявшегося тут же на диване и изрекал по моему адресу нечто в высокой степени язвительное. Я сносил эти сарказмы с непривычной молчаливой покорностью. Какое мне было дело до оскорблений злого человека, которого я по-прежнему продолжал ненавидеть? Оценил я своего зятя только во второй свой приезд в Нескушное в следующем году. Какое мне было дело до таких ничтожных уколов, когда я был и без того весь изранен, когда я себя чувствовал героем настоящего романа, скорее даже трагедии. Я почти серьезно подумывал, не покончить ли мне с моей разбитой жизнью. Не надо, впрочем, думать, что страдания молодого Бенуа поглощали все его время и совсем выбили его из своих привычек, занятий и игр. Горе горем — это горе, если и было несколько театрализовано, то все же оно было искренним, а время все же надлежало каким-либо образом убить, и это убиение времени по-прежнему заключалось в ловле для своей коллекции бабочек и жуков. Какого красавца жука-оленя я тогда нашел посреди темной липовой аллеи, но особенно я был горд включением в свою коллекцию мохнатой кротоподобной медведки в прогулках, в возне с племянниками. Урывками я даже принимал участие в крестьянском труде. Как раз тогда прибыла выписанная из Англии молотилка, и работа вокруг этой гудящей, тучи, золотой пыли, разбрасывающей машины увлекала всех. Совершены были и две большие прогулки в обществе Липы и приехавшей со мной Аннушке, которая внезапно вспомнила о своей обязанности за мною присматривать. Эту необычайно глупую, перезрелую и некрасивую девицу я тогда возненавидел. Оставаться в моем обществе я решительно ей запрещал. Но так как она все же всерьез считала себя моим ментором, то надзор ее сводился к тому, что она, соблюдая приличную дистанцию, следовала всюду за мной. Таким образом, на расстоянии пятидесяти шагов от меня и от Липы, она поплелась в необычайно жаркий день и по пыльной дороге до села Веселого, где жили старички родители Липы. В Веселом же она не удостоилась быть допущенной внутрь хаты Липы, а чай ей был вынесен наружу. Таким же образом, бедная Аннушка следовала за мной по пятам и в состоявшиеся за два дня до моего отъезда прогулки в лунную ночь к расположенной на холме деревни Кукуевки. Но ни одни воспоминания об Аннушкином следовании остались у меня от этих прощальных прогулок, а осталось в памяти то меланхолическое упоение, которое я испытал, пребывая в течение нескольких часов в непосредственной близости с Липой. Во время прогулки на Кукуевку мне даже было разрешено взять ее под руку, и моментом я ощущал через легкую, бурую, с красненькими пятнышками кофточку ее крепкое прохладное тело. стояло изумительно светлая ночь, о которой я мечтал еще тогда, когда любовался гостивший у нас картиной Куинджи. Теперь я наяву видел млеющие в фосфорическом свете белые хаты, и те же огоньки в них, те же шапки соломенных крыш, те же бархатистые чернеющие пермидальные тополя. Нас ждали в деревне, то есть ждали Липу и двух-трех других девчат из Нескучанской экономии. Сразу появилась гармошка, появились местные девки и парни, начались танцы, в которых особенно отличался какой-то молодец, который не только вертелся, как волчок, взлетал высоко в воздух или пускался в присядку, но и со всего размаху бросался на землю, и уже лежа в пыли продолжал неистовствовать. Девчатые визгливо распевали свои странные дикие песни и водили хороводы. В них приняли участие и Нескучанки, даже вытащили в круг и богомольную Аннушку, но Липа не пожелала присоединиться и вместе со мной осталась в стороне. Сидя рядом с ней на бревне, я изнывал от счастья. Дневная же прогулка в веселые носила менее оперный характер, но в своем роде тоже не была лишена поэзии. Пришлось идти шоссейной дорогой, большим трактом, на котором лежала нескучная и который соединял Харьков с Белгородом. Пыли было много, зной полуденный, нигде по дороге ни дерева, ни даже кустика, и все же какое это было наслаждение проделать весь этот пятиверстный путь в обществе той, по которой я изнывал. Надо еще прибавить, что в этот день Липа оделась совсем по-украински, с шелковым платком на голове, повязанным тюрбаном, и в бархатной безрукавке поверх расшитой рубахи. В этом наряде она была действительно поразительно красива. И как отрадно было после жаркого пути вступить в прохладную чистую хату почтенных родителей Липы и быть там принятым в качестве почетного, несмотря на юный возраст, гостя. Все показалось мне удивительно приветливым и культурным в этой выбеленной полотенцами убранной просторной комнате, один из углов которой был занят образами и благочестивыми лупками. Засуетилась мать Липы. Отец же, не говоривший ни слова по-русски, степенно просидел в своей белой рубахе в стороне на пестром сундучке. Появились свежеиспеченные коржики, чай с полдесятком кусочков сахара на цветном блюдце и только что снятые из дерева яблоки. Долгое время затем по приезде в Петербург я просил, чтобы мне подавали к чаю вместо лимона яблоки, так как один ароматичный, чуть приторный вкус их вызывал воспоминания о тогдашней прогулке. После чая мы прошлись по селу. Старинная церковь в Веселом была несравненно интереснее банальной всего лет сорок до того сооруженной Нескучанской. Это была типичная для Украины пятиглавая постройка с пермидально сокращающимися кверху этажами. И в общем она вызывала впечатление чего-то китайского и в то же время носила на себя явный отпечаток польских влияний. Выбеленная внутри она была залита светом, а среди всей этой белизны торжественно блестело золото высокого затейливого иконостаса. Увы, и тут я исполнился горечью при мысли, что, пожалуй, в скором времени липа будет стоять перед этими сверкающими иконами, но будет она стоять не со мной, а с бородатым мужиком, и что увезет он ее к себе за много верст от веселого и нескучного. День моего отъезда вдруг приблизился, и настал момент разлуки. В то утро, уже потеряв всякий стыд, не скрывая ни перед кем своих переживаний, я ежеминутно длинным коридором отправлялся на кухню или в людскую с тем, чтобы или поцеловать липу в плечо, или сказать ей две-три бессмысленные фразы, которые она, вероятно, и не понимала, так как не была сильна в русском языке. Странное дело, она и теперь отрицала, что выходит замуж, а это давало мне какие-то, какие, надежды. Но пробили часы в столовой десять, и к крыльцу подъехала бричка, я и на сей раз не удостоился коляски. Уже понесли чемоданы, Аннушкин громадный узел и большую корзину с провизией на дорогу. Я был попробовал заставить ненавистную Аннушку сесть ко мне спиной, но Женя Лансерен на меня прикрикнул «Кучер!» То не был мой друг Ванька Жулик, который валялся мертвецки пьяный, дернул вожжами, и мы покатили. Дети и прислуга побежали за нами и остались, помахивая платками у ворот палисадника. Пока можно было их видеть, я оглядывался и все старался различить липу среди прочих, но вскоре экипаж нырнул к мосту, усадьба скрылась за углом, поднялись столбы пыли, и я почувствовал, что все кончено. В Белгород я доехал в каком-то оторопелом состоянии, и в том же состоянии, не удостаивая ни единым словом спутницу, добрался до Петербурга. До чего же мне все показалось дома тоскливым, тесным, душным? Первые дни я по памяти рисовал одни малороссийские хаты, тополя, и пытался, но тщетно передать очаровательные черты Липы. При этом я кое-как утешал с последним заверением Липы, что она и не думает выходить замуж за такого старика. Но недель через две пришло письмо от Кати, которое разбило последние иллюзии. Сестра писала, «Шуреньке, вероятно, интересно будет знать, что у нас в доме невеста, его подруга Липа выходит замуж, в будущую субботу будет ее свадьба». От мамы я до этого момента скрывал причину моей меланхолии, а тут я не счел нужным это делать. Сначала я даже заговорил о том, что мне совершенно необходимо ехать на эту свадьбу. Мол, я обещал, когда же я понял, что это мне никогда не позволит, то заперся у себя в комнате в отместку чему-кому, сжег массу всякой всячины в камине, тогда-то погибли всякие хорошие книги и все мои детские дневники, принялся варить на грелке для курения яд из своих акварельных красок и тут же обдумывал, не лучше ли покончить с собой, воткнув в сердце Мишин морской кортик. Мое состояние повергло бедную маму в настоящую тревогу, папа же взирал на все это как на глупые гримасы. Желая как-то заглушить сердечную боль, я себя не жалел, отказывался от еды, надевал на ночь вымоченную в холодной воде рубашку и так далее, мечтал при этом, что заболею воспалением легких и умру. Однако я не умер и даже не заболел. И все эти терзания завершились совсем просто. Как раз подоспели приготовление к свадьбе брата Миши, к которой мне был сшит новый парадный гимназический мундир, облегшись в него, я почувствовал себя почему-то совсем обновленным и удивительно элегантным. Деревенские настроения испарились, сыграло большую роль в моем возвращении к нормальной жизни самое это бракосочетание Миши и Ольги, происходившее в верхней раззолоченной церкви нашего Никольского собора. Моя кузина Мишина невеста была православной. Сколько тут оказалось красных и синих лент, сколько звезд, сколько разнообразных военных форм, как разрядились наши дамы, среди которых эффектнее всех была бабушка Ксения Ивановна. Не подозревал я до тех пор о таком великолепии нашего круга знакомых, а тут мне приглянулась странная бледненькая личка барышни Оршеневской, казавшаяся столь хрупкой и жалость возбуждающей. И в этот вечер, и во время последовавших семейных торжеств, я очень много пил шампанского и потому почти не выходил из какого-то затуманенного состояния. Постепенно мои малороссийские впечатления стали меркнуть и сердечной рано зарубцовываться. Я уже не рисовал больше хохлушек, пирамидальных тополей и хат с соломенными крышами, а снова вернулся к своему кукольному театрику. Снова на моем горизонте появилась прелестная, ставшая после перерыва еще более ласковой, моя девочка, попрекнувшая меня за то, что я забыл свою невесту. Все же образ липы где-то в памяти не умер, не стерся, и я сохранил его окруженным поэзией на всю жизнь. Глава 14 Первое причастие Теперь необходимо вернуться несколько назад. Когда мне минуло 12 лет, мамочка решила, что нельзя дольше оставлять меня без настоящего религиозного воспитания. При всей своей глубокой преданности церкви папочка как-то забывал об этом заботиться. Ему я все еще представлялся тем же малышом, который так еще недавно днями просиживал у него на коленях. Напротив, неверующая мамочка понимала, что я вступаю и уже вступил в возраст всяких соблазнов и что потому нельзя дольше медлить и пора как-то морально укрепить меня. Это входило в ее заботу о гигиене моей души. Несколько раз я слышал, как она говорила, нужно, чтобы он прошел катехизис, а осенью 1882 года она наконец и предприняла соответствующие шаги. Оказалось, что как раз при том доминиканском монастыре, скорее подворье или общежитие, который обслуживал главную приходскую католическую церковь в Петербурге святой Екатерины, с недавних пор среди прочих монахов, по большей части поляков, находится и один французский патер, которого все очень хвалят. К нему мамочка и отправилась. От него она разузнала о всем распорядке уроков катехизиса и о материальных, удивительно скромных условиях. После этого она повела меня прямо на первый же урок, купив предварительно серенькую книжку парижского издания катехизиса с гербом кардинала архиепископа на обложке. Это был тот катехизис веры, по которому Патер учил свою невеликовозрастную пасту. Я порядочно трусил, вступая в сокристию при церкви святой Екатерины, в которой я застал целую толпу мальчиков и девочек, а также группу родителей. Посреди окруженного шкафами помещения стоял довольно высокий и полный, очень маложавый человек с превосходно выбритым лицом, одетый в белую суконную, лежавшую крупными мягкими складками рясу. Но робость моя сразу прошла, когда очередь знакомства с Патером Женье дошла до меня, и он с изысканной вежливостью, но и не без важности, обратился к маме, тоже порядком в таких случаях робевшей, с вопросами «Сколько мне лет? Где я учусь? Имею ли я представление о священном писании?» и так далее. Получив все ответы, он слегка нагнулся ко мне, и вот в эту секунду он сразу меня покорил. Я взглянул в его каре и ласковые глаза, я увидел его умную улыбку, и мне захотелось у него учиться, хотя я не очень отдавал себе отчет, в чем именно будет заключаться это учение. Когда же Пер Женье с большой простотой и без всякого пафоса положил свою большую добрую руку мне на голову, я совершенно естественно, будучи приучен к этому, поцеловал ее. Когда представление всех детей кончилось, он сгруппировал нас и повел через двери мимо главного алтаря, перед которым он и мы встали на колени, в капеллу Пресвятой Девы, находящейся в левом пределе. Почему-то я никогда здесь раньше не бывал, и потому меня поразила прелестная архитектура этой отдельной церкви. Папочка назвал имя ее строителя Кваренги, состоящая из толстеньких колонн и из полукруглых ниш с несколько приспущенным сводчатым потолком в кессонах. На алтаре я увидел красивую картину Благовещения, если я не ошибаюсь, она кисти Дуайена, а в нишах низко поставленные большие статуи святых. Все началось с общей молитвы. Рассадив детей по длинным скамьям, занимавшим всю середину капеллы, родители кое-как расположились на скамьях вдоль стен, где, кроме того, стояли и исповедальные будочки конфессионалы. Перженье подошел к алтарю и, встав на крытую вышитым ковром нижнюю ступень, сначала минуты две молился молча, а затем, обратившись к нам, предложил хором прочесть за ним отче наш и молитву Богородицы. Дружное жужжание явилось в ответ, но в нем я не участвовал, ибо мне было стыдно, хотя никто из соседей не мог бы заметить, бормочу ли я что-нибудь или нет. Это моя конфузливость, робость, при всяком массовом выступлении не покидала меня всю жизнь, и я до сих пор страдаю ею, не зная, чем ее объяснить и как этому помочь. Любопытно, что такой же неожиданной и непобедимой конфузливостью отличается и моя жена, и ее же мы передали нашим детям. После молитвы Перженье взял стул и положил принесенные с собой книжки на аналой первой скамьи, почти рядом со мной, ибо мне посчастливилось попасть в первый ряд, благо тому, что моя фамилия начинается со второй буквы алфавита, и произнес рот короткой, на очень трогательной проповеди на тему о любви к Богу. Задав после того первый урок и пояснив нам своими словами все ответы первых двух глав катехизиса, которые надлежало заучить, он снова помолился, снова вслед за ним прожужжал детский рой, чем и завершилось это собрание. Не все дети были одинакового со мной возраста. Были мальчики лет восьми или даже шести, а были и почти взрослые юноши и барышни. Среди последних было несколько полик. Одна была мадемуазель Любомирская, может быть, княжна, а другая Софи Кербец. Упоминаю я здесь о них потому, что, как уже рассказано, я вообще переживал тогда период первого чувственного пробуждения. О вещах, подвластных Венере и Купидону, я узнал всего год назад. И все усилия стать на этот путь добродетелей и целомудрия, о которых учила церковь, и которые я клялся себе не покидать, особенно возбуждали во мне всякие соблазны. В частности, я не мог видеть маломальски привлекательную девочку без того, чтобы не задать себе вопрос, не стоит ли в нее влюбиться. Это венерина наваждение сообщало моему катехизисному году особую окраску, и если теперь совершенно объективно по-стариковски оценивать ее, то я бы сказал, что именно эта окраска придала всему и особую прелесть. Я только что рассказал, как в 1883 году я пережил первый мой очень меня захвативший роман, влюбившись в девушку, за которой я раньше ухаживал больше из шалости от нечего делать, а затем полюбил ее, ее ли лично или в ней вечно женственная, со всею страстью, на которую способен тринадцатилетний мальчик. И вот я думаю, что развязка этого романа, всего на несколько недель предшествовавшая знаменательному дню первого причастия, сообщила моему тогдашнему религиозному экстазу такую интенсивность, которая едва ли могла бы быть, если бы, скажем, я походил на моих товарищей по катехизису, этих здоровяков и простаков, из которых иным было и пятнадцать, и шестнадцать лет, но которые были сущими детьми. Я же в своей скороспелости был до некоторой степени уродом. Это несколько мучило мою совесть и в то же время наполняло каким-то чувством превосходства. моим моим переживания того года получали от этой сложности, от всего этого сплетения особую силу и рот какого-то озарения. Что я должен ему представля и неоднократно вступал со мной в отдельную беседу, но при этом у меня не было и тени желания как-то отличиться или поразить его. Я слепо верил каждому его слову, а потому мне было легко в таком же духе мыслить и эти мысли излагать. Впрочем, я вообще от природы предрасположен к какой-то ортодоксальности и мне скорее претит всякий бунт. Сомнений каких-либо тогда во мне и не возникало. Лишь после того, что я познакомился с учением о благодати, во мне стали просыпаться какие-то движения гордыни, какие-то мечты о чрезвычайной святости. Эти мечты, однако, в самом зародыше терпели крушение как раз благодаря тем искушениям, тем победам дьявола, которые особенно участились по мере моего приближения к половой зрелости. Иногда я прибегал по совету Пэра Женье к помощи своего молитвенника и пробовал разобраться в себе. Разумеется, у меня не было на совести ни убийства, ни воровства, ни иных каких-либо уж очень страшных и эффектных грехов, но были всякие пустячные грешки, а также немало грехов против церковных законов, их я не собирался утаивать на исповеди. Но дальше шел перечень грехов плотских, отзовов собственного тела исходящих, и тут получалось великое смущение. К тому же некоторые термины были абсолютно непонятны. Например, форницасьон, грехи плоти. Когда я обращался к маме, то и она не умела мне их объяснить. В конце концов, я решил всю как бы активную часть переложить на священника. Пусть он спрашивает, как оно и полагалось, а я буду отвечать. Если он спросит про такие вещи, о которых мне никак не позволял стыд заговорить самому, то я и на эти вопросы отвечу честно. Если же не спросят, то я со своими сомнениями к нему не полезу. На таком компромиссе я и успокоился, а перженье никаких предосудительных вопросов мне на духу и не поставил. Получив затем отпускную, как мне казалось совершенно заслуженно, я пошел затем к причастию с чистой голубиной душой. Не могу на этом месте не отдаться воспоминаниям о всей атмосфере, царившей на уроках перженье, исходившей как от его собственной особы, от его слов, жестов, от его белоснежной одежды, так и от всего окружающего, от уюта этой замкнутой капеллы, которую в зимние месяцы едва освещали две тусклые стенные лампы и полдюжины свечей, расставленных по аналойным доскам, на которые клались молитвенники. Тайной веяло от всего обширного и темного помещения самой церкви позади нас. В ней уже не было молящихся. Двери на улицу с наступлением темноты запирались зимой в три или четыре часа, зато тем отчетливее слышалось тиканье больших часов, и каждые четверть часа их кристальный бой. Шум Невского проспекта не проникал к нам, особенно после того, как установился санный путь, а вся эта громадная и темная храмина, в которой при свете лампад едва блестела позолота, обрамление алтарных картин, и мерещились белые фигуры исполинских ангелов, отважно под самыми сводами восседающих на карнизах, казалось полной какой-то своей жизни. Совершенно особое чувство я испытывал, когда на пути из капеллы в Сокристию, через которую приходилось и выходить, и входить, когда главные двери церкви на улицу закрывались, я топтал плиты, под которыми были похоронены последний король польский и знаменитый французский полководец генерал Муро. Имеется в виду король Станислав Август Понятовский, отрекшийся от престола в 1795 году и умерший в Петербурге в 1798 году, и генерал наполеоновской армии Муро, перешедший после изгнания его Наполеоном из Франции на сторону союзников и смертельно раненой в 1813 году под Дрезденом. Перед самым причастием атмосфера наших уроков изменилась. С приближением весны церковь с каждым разом казалась более светлой, и входя в нее после теплеющего воздуха, я уже ощущал ее прохладу и сырость. В зимние месяцы я даже своих соседей по скамьям различал с трудом, и то только тех, которые сидели у самых свечей, тогда как вся остальная масса тонула в полных потемках. Теперь же я их видел, теперь я мог и любоваться теми девочками, которых я раньше почти не различал, теперь они не приходили закутанные в бесформенные шубы и ротонды, а являлись в кокетливых шапочках и в цветных обрисовывавших фигуру пальто. Особенно теперь я отличал сидевшую через одно место от меня не очень красивую, но очень милую, очень, по-видимому, добрую и ласковую Софи Кербец, дочь известного инженера. И как раз мне ее назначили в пару по росту, когда, наконец, наступил высокоторжественный день. В паре с ней я ходил не один раз, ибо Пер-Женье, как настоящий француз, не желал предоставить все случайностям, а строго выработал церемониал, и, дабы не произошло никакой путаницы, заставил нас проделать две настоящие репетиции. В душе мне это не очень нравилось, я находил, что это нечто даже недостойное серьезности момента, да и мамочка проронила что-то вроде это совершенно лишнее, но приходилось подчиниться, к тому же Пер-Женье сумел нам растолковать все значение благолепия, мол, соблюдение его лучшее выражение богопочитания. И вот возможно как раз эстетическая, светская сторона его педагогики оказала особенно глубокое действие на меня, и способствовала утверждению во мне таких взглядов, которые легли в основу всего моего личного мировосприятия. С этого года мой природный анархизм получил какое-то ограничение, и хоть в душе я оставался верен ему, однако я познал также пользу и смысл узды. Самые репетиции дали мне случай быть с Софи, точно жених с невестой, и у нас даже получился какой-то намек на дружбу, воззарение ожидаемого дарования святости. Поэтому и дружба наша носила какой-то райский, бесплотный характер, перейти же во что-либо другое она не успела. Я сомневаюсь, чтобы Перженье хоть кого-либо провалил на том экзамене, которым завершились его уроки, но трусили все, и более сознательные скорее за учителя, чтобы его не огорчить. Присутствовал на экзамене другой монах, австриец Патер Шумп. Он служил чем-то вроде ассистента, придававшего большую значительность процедуре. Несколько раз и Шумп предлагал на ломаном французском языке кое-какие очень легкие вопросы. Но не только внушительность придавал этот второй белый монах, но и одним своим видом он способствовал усилению той атмосферы святости, в которую мы окунались всем нашим существом. Это был еще очень молодой человек, черноволосый, с чудесным, вдохновенным, серафическим лицом, полным того выражения, которое старинные художники придавали святому Антонию Падуанскому или святому Франциску Асисскому. Рядом с довольно полным Холином и уже не совсем молодым Пером Женье его друг казался особенно просветленным. Не могло быть сомнений, что жизнь этот монах ведет суровую, аскетическую, что он должен целыми днями пребывать в экстазе и простаивать ночи на коленях. Весь наш класс увидал в нем прям-таки подлинного святого, чуть ли не с нимбом вокруг головы. Иллюзия, что Софи являлась вроде какой-то моей небесной невесты, еще усилилась, когда на вторую репетицию, как и все прочие девочки, она явилась в белом платье до самого пола, с целым облаком кисейных вуалей, свинком из белых роз на голове. Костюм этот и ей, и всем прочим девицам удивительно был к лицу, а в целом их рой производил прелестные впечатления. Напротив мальчики в новеньких курточках выглядели не особенно авантажно, а многие даже казались смешными, представляя собой подобие карликов. Спасал широкий белый бант с великолепной золотой бахромой, которым была повязана левая рука каждого, а кроме того, в правой руке появилась по толстой свече, тоже украшенной белым бантом. Обращение с этой свечой представляло известные трудности. Надо было то вставать на колени, то подыматься, сходиться и расходиться, и все это так, чтобы не закапать воском соседку и, не дай бог, не поджечь ее фату. Некоторые дети были более ловкие и внимательные, они сразу понимали, что именно от них требовалось, но среди нас были и тупицы, которые наступали на подол, поворачивались налево, когда нужно было направо, забегали вперед или отставали, не понимая еле слышным голосом произносимые команды «Пера Женье». Первая репетиция затянулась на добрых три часа, а вторая отняла часа два, причем все ужасно устали и более всего оба священника. Наконец все наладилось, мы выслушали еще одно напутственное слово, еще раз исповедались, на тот случай, если что-либо греховное было совершено за последние два дня, тут просто приходилось выдумывать, дабы пер-Женье недаром сидел в своей будке, после чего нас отпустили с тем, чтобы мы снова явились на утро в воскресенье в девять часов, отнюдь, однако, не вкушая до тех пор какой-либо пищи. Тело наше должно было быть сосудом совершенно чистым, так как предстояло принять в него самого нашего Спасителя. Большого труда соблюдения этого поста мне не доставило, напротив, мне тогда казалось, что я мог бы выдержать и бесконечно более тяжелые испытания. Ведь я находился после второй исповеди в состоянии совершенной святости, не мог же ошибаться пер-Женье, утверждавший, что это так. Я чуть ли не чувствовал крыльев за спиной, и, представляя себе свою внутренность, я думал, что она озарена каким-то белым светом. Даже смерть в такие часы не представляется страшной. Я почти желал ее, ибо тогда я бы предстал перед Божьим судом таким же белым и чистым. И мое допущение к сонму блаженных произошло бы без всякого затруднения, без необходимости еще очищаться от греховной грязи в чистилище. Воздержание в тот вечер от чая с печеньями было чем-то совершенно пустячным, не заслуживающим даже названия жертвы, и лишь чуточку труднее было устоять от прельщения чудесно пахнувшего утреннего кофе с сухарями и булкой. В церковь мы поехали в открытом ландо. Весна была в полном разгаре. Папа, мама и я. А в церкви нас ожидали многочисленные наши родные и знакомые. На церемонию пожелали поглядеть близкие люди и других маленьких святых, а потому церковь переполнилась необычайно нарядной публикой, оттеснившей обыкновенных серых прихожан. Нас всех собрали в сокрестие и в монастырском коридоре перед нею. Тут был нам произведен без участия родителей, которые оставались в церкви, строгий смотр. Затем мы были расставлены попарно, наши свечи были зажжены, и мы двинулись двумя длинными рядами к дверям церкви, откуда навстречу лились торжественные раскаты органа. В этот момент у меня так захватило дух, что я еле удержался от слез. И то же счастливое умиление отразилось во взоре Софи. Описывая теперь эти моменты, я должен делать некоторые усилия, чтобы не съехать на добродушную иронию. Прожитая жизнь и весь опыт очерствили душу, приучили ее к сомнению. Но тогда, разумеется, было не до иронии и сомнений. Тогда я как-то весь растворялся в восхищении, в каком-то сверхъестественном, как мне казалось, блаженстве. О самой церемонии скажу только, что и оба патера, и третий сослужащий мне показались преображенными благодаря тем сверкающим золотом ризам, в которые они облачились по случаю праздника. О, как чудесно была та секунда! Когда мне на язык была положена гостя, обладка у католиков, а затем все как-то сразу кончилось в суматохе поздравлений, и я не заметил, как уже снова очутился в экипаже с родителями. Подсел к нам и сеньор Бианки. Каким я был в тот день на несколько часов еще образцовым и мягким! Мне казалось, что я продолжаю излучать потоки добродетели. Как мило и ласково я отвечал на поздравления прослезившейся Степаниды и трижды поцеловался с Ольгой Ивановной. С какой отменной сдержанностью, не выказывая ни малейшей жадности, я вкушал, я ужасно проголодался, разных любимых блюд. В ощущении своей собственной святости я как-то цепенел и даже неохотно двигался, точно опасаясь расплескать всю накопившуюся в душе и сердце благодать. Но к ощущению счастья примешивалось и немного меланхолии, ибо праздник-то как-никак прошел, и наши общие занятия с Пером Женье кончились. Некоторым утешением служило то, что уже через неделю должна была состояться наша конфирмация. Причем все только что проделанные церемонии должны были снова повториться. Они даже обещали приобрести еще большую торжественность, так как должен был присутствовать епископ. То был поляк, оказавшийся в Петербурге проездом на пути в свою епархию в Сибирь. Только что я упомянул имя сеньора Бьянки, оказавшегося среди близких людей при моем первом причастии и севшего с нами в коляску. Упоминал я о нем и раньше, но здесь необходимо сказать, кто это был, так как именно он был приглашен быть моим отцом восприемником при конфирмации. Джованни Бьянки, как-то достался нашему дому в наследство от деда Кавоса. Это был художник-живописец, но в Петербург он прибыл еще при Николае Павловиче в качестве фотографа, чуть ли не первого в России. У нас в семье считалось, что именно Бьянки познакомил русских людей с изобретением Ниепса и Даггера. Ниепс и Даггер изобрели в 30-х годах 19-го века способ химического закрепления на металлической пластинке изображения в камере обскуре Даггеротип и открыли тем самым эру фотографии. Специальностью его, однако, были не столько портреты, сколько пейзажи, памятники и особенно интерьеры. До последних в те дни усиленного строительства и убранства русские Барри были особенно охочи. При этом Бьянки не был простым профессиональным техником. На всех им изданных фотографиях он себя величает художником. И художником он действительно и был, что сказывалось как в выборе момента освещения, так и в точке зрения. В технику же фотографии он ушел с головой, уподобляясь в этом какому-либо средневековому алхимику. Ногти у него были всегда желтые от коллодиума, а весь он был пропитан какими-то химическими запахами, впрочем, непротивными. Я узнал Бьянки уже стариком, одевавшимся по моде сороковых годов, а на свадьбах и других торжествах он вызывал общие улыбки своим допотопным фраком с приподнятыми плечами. Волосы и бороду он оставлял в девственном состоянии, что в связи с его слезливыми глазами придавало ему вдохновенно умиленный вид какого-либо мученика с картины Гвидо Ренни. Обычным его состоянием было насупленное молчание, да и садился он всегда куда-нибудь в уголок в тень, но стоило беседе коснуться церковных или религиозных вопросов, как Бианке выходил из своей дремоты, настораживался и даже вступал в спор, причем быстро терял самообладание. Речь его тогда принимала характер каких-то грозно-пророческих выкриков. Евгений Лансере обладал даром выводить из себя бедного Бианки, и он не упускал случая его дразнить. Но бесили старика и вольнодумец либерал дядя Мишка Воз, и консерватор дядя Костя, и скептик дядя Сезар. Зато к моим родителям Бианки чувствовал неограниченное почтение, потому-то, когда экспромтом ему предложили не согласится ли он быть моим крестным отцом на конфирмации, он не теряя своего насупленного вида, принял это с восторгом, увидав в этом высокую честь. При этом Бианки не мог к участию в столь важном таинстве отнестись чисто формальным образом. Он вообразил, что ему поручают не более не менее как «самое спасение души моей». И Бог знает, во что это его пестование со временем могло бы превратиться, если бы в этом же году ему не выдалось какое-то наследство от брата на родине, и если бы он не предпочел отправиться туда на покой. Еще несколько слов о Бианке. Увы, покоя Бианки не обрел. Он слишком отвык от мелкопровинциальных нравов и обычаев своей деревушки. Он сразу со всеми стал ссориться, больше же всего со вдовой брата. Непреодолимо его поэтому тянуло обратно на берега Невы, где, однако, он перед отъездом все распродал, где у него не было ни кала, ни двора. Отчасти этим стремлением можно объяснить то, что когда моя сестра Катя в 1886 году овдовела, 75-летний Бианки в письме по-французски на 20 страницах сделал ей предложение. Вероятно, и вообще старого аскета не оставляли уколы в ребро беса, ибо через два года он сочетался браком в Лугану с какой-то своей компатриоткой. Гораздо позже причуды судьбы привели нас в ту самую Тессинскую Монтаньолу, в которой находился семейный дом Бианки, о чем я раньше не имел никакого понятия, так как всегда считал, что родина моего старого крестного Италия. И опять-таки случайно в Монтаньоле я познакомился и с родным племянником Бианки, рассказавшим мне о его последних днях. Оказалось, что он всех досаждал своей сварливостью и постоянно грозился, что уедет и лишит родных наследств. Особенно поразило меня, что Бианки внутри каменного дома племянника выстроил род деревянной избы, нарушившей весь план здания, но якобы спасавшей старика от сырости. В эти годы старческого рамолесмента к Бианке подобралась какая-то авантюристка, которая и женила его на себе. Молодые переселились в Лугано, и там эта женщина вскоре добилась перевода на ее имя всего капитала мужа, завладев коим она самым бессовестным образом его покинула в обществе своего любовника. Несчастный, разоренный Бианки, из гордости не желавший обратиться к родным за помощью, умер вскоре в больнице в совершенной нищете и был похоронен в общей могиле. Печально и то, что все привезенные из России негативы, бесценные в документальном смысле, были перед этим проданы его женой как простые стекла. Вернусь к описанию церемонии конфирмации. Она происходила под вечер, а не утром, и вышла весьма торжественной. Мы снова были в своих костюмчиках с бантами, а девочки христовыми невестами в подвенечных платьях. Опять потянулись мы процессией и произвели те же движения перед окутанным ладаном алтарем. Опять рокотал и гремел орган. Особенную же величественность придавали торжеству присутствие и участие епископа. Этот небольшого роста довольно тучный человек, с огромным орлиным носом и выдающейся нижней губой, в митре и с пастерским посохом в руке, стоял наверху ступеней, которые вели к главному алтарю наподобие какого-то грозного стража. Подходя к нему, я почувствовал настоящую жуть, исчезнувшую после того, как вслед за помазанием благовонным маслом я ощутил ту легкую пощечину, который заканчивался обряд. Причем я успел заметить и огромное аметистовое кольцо на пальце епископа. В целом же, конфирмация оставила на мне менее яркое и глубокое впечатление, нежели первое причастие. Это было торжественно и эффектно, но в этом не было того, что затрагивало душу и сердце. Надо еще сказать, что за эту одну неделю уже успела испариться значительная доля моей святости. Я, правда, не совершил каких-либо уж очень явных грехов, в общем, я продолжал себя вести похвально, но в то же время мне как бы начинала наскучивать такая образцовость и особенно постоянный контроль над собой. даже утренние и вечерние молитвы я теперь творил без настоящего внимания. В то же время образ Софи стал меркнуть. Я даже не помнил, как я простился с этой девицей после того, как последний раз мы прошли с ней во время церемонии конфирмации. А там скоро пошли гимназические экзамены из второго в третий класс со всеми их страхами и мучениями. А там наступило лето и я переселился на дачу к брату Альберу. На даче я еще иногда посещал по воскресеньям то католическую капеллу, что стояло на берегу залива в Лейхтенбергском парке. Но капелла эта была крошечная, съезжалась же туда вся польская аристократия, жившая в Петергофе и его окрестностях, и в тесном помещении становилось душно. Если вместе с другими запоздавшими я оставался снаружи на открытой галерейке или просто на траве, то, естественно, меня развлекала всякая всячина и вид моря, куда тянуло поплавать. я только что начал увлекаться купанием и грибным спортом, и порхающие бабочки, которые так и просились попасть ко мне в коллекцию, и группы гуляющих, наводнявшие парк в праздничные дни. Тут как раз появится Бонна Аделя с детьми Альбера и с ручной козой Золушкой, направляющаяся на нашу любимую лужайку, что растилалась за собственной его величество дачей. О, эта чудесная лужайка с ее изумительными дубами! Какая там была высокая ароматичная трава, какие прыгали большущие и жирные кузнечки, как удобно было там играть в прятки за ветлами у канавки! Соблазн становился слишком великим, если старшая из племянниц делала мне издали знаки, чтобы я присоединился к их компании. Где тут было слушать возгласы священника и следить по молитвеннику за ходом службы? С возвращением зимнего времени я первое время аккуратно посещал вместе с папой мессу, но из удобства и выигрыша времени мы не ездили в прекрасную и торжественную церковь святой Екатерины, а удовлетворялись тем, что слушали раннюю мессу в церкви святого Станислава на торговой. Но когда я говорю «слушали», то и это не совсем соответствует истине, ибо едва можно было различить, что в торопливом бормотании произносил священник, прерываемый резкими ударами колокольчика в руках мальчишки, одетого в куцую рубашонку. И десяти минут не пройдет, как уже службе конец, и я ловлю себя на том, что именно этой ее краткости я радуюсь. Во вторую половину зимы в посту, наслышавшись о великолепных проповедях Пэра Женье, мы с мамой стали ездить к святой Екатерине, но там была такая давка, что мамочка была в страхе, как бы нас не задавили, а меня возмущало бесцеремонное толкание польских старушек-богомолок, которым было не до действительно прекрасных французских речей отца Женье. Когда наступила страстная, папа напомнил мне, что нужно пойти к причастию. Он сам никогда его не пропускал, но я пошел за ним без охоты, исповедал с каком-то ксензу без убеждения, уже сознательно скрыв по принятой привычке особенно стыдные грехи. И причащались мы тут же, в самой обыденной обстановке, среди всех прочих, в тусклом полумраке унылого и холодного утра. От этого моего принятия святых тайн до следующего прошло затем целых десять лет. Да и тогда я едва ли решился бы превозмочь то, что в таких случаях удерживает хотя бы и верующего, но недостаточно крепкого в вере человека, если бы это не понадобилось в качестве неизбежной формальности для нашего бракосочетания. Самая эта предбрачная исповедь происходила не в церкви, а в кабинете у патора Шумпа в общежитии святой Екатерины. Да и Шумп за эти годы удивительно возмужалый, отрастивший себе бороду во всю щеку, совсем больше не походил на прежнего, на юного святого с картины Сурбарана. После вынужденного отъезда Пэра Женье он унаследовал всю светскую и великосветскую паству последнего, но мягкий, слишком добрый и любезный, он не сумел себя оградить от мирских соблазнов и постепенно привык ко всевозможным компромиссам. Ходили тогда слухи, что Пэр Женье был отозван по требованию русского правительства после того, как переманил в католичество нескольких особ из высшего общества. В беседе с ним поминутно слышались самые мирские нотки, которые, вероятно, его самого возмущали бы в былое время. И мне тогда он всячески облегчил неизбежную формальность. Вопросы на исповеди он задавал самые ребяческие. Точно перед ним не 24-летний мужчина, готовившийся стать супругом, а все еще тот мальчишка, который сидел на уроках Пэра Женье. И Глава пятнадцатая наверху Брат Альбер, живший со времени своей женитьбы в 1876 году в разных частях города, а в последние два года в близком от нас соседстве, в доме Войцеховского, выходившем на площадь Никола Морского, переселился осенью 1882 году в прародительский дом. Для этого пришлось выселить из верхней квартиры стародавнего ее жильца доктора Реймера, аккуратненького, необычайно вежливого господина. И эта операция доставила моим родителям еще большее страдание, нежели выселение за два года до того Свечинских. Но уж очень хотелось маме иметь своего старшего сына около себя. Да и Альберу уж очень захотелось оказаться снова под одним кровом с ней. При всем легкомыслии и некоторой ненадежности в чувствах Альбера, его никак нельзя было упрекнуть в безразличии к родителям. Напротив, он их обоих любил не меньше нас всех. Но, разумеется, выражались эти чувства в нем по-особенному, с каким-то, я бы сказал, итальянским пафосом, куда менее спокойно, нежели у сестер и у прочих братьев. Впрочем, известное сходство в выражении сыновней нежности существовало между им и мной. Ведь и во мне итальянщина, особенно в детстве, сказывалась очень сильно. Для меня переселение Альбера к нам в дом приобрело огромное значение. До того я у него бывал редко и всегда с родителями. Теперь же открывалась возможность посещать его, когда мне захочется, и хотя бы десять раз в день. Стоило только подняться на двадцать три ступени по черной лестнице, и я уже оказывался у кухонной двери брата, а оттуда прямой ход по коридору приводил меня либо в большую белую залу, где я его или его жену часто заставал за роялем, либо в его кабинет, где он с таким мастерством готовил архитектурные проекты или заканчивал свои акварели, либо, наконец, в детские, где находил своих двух племянниц и их маленького брата. Старшей массе, впоследствии вышедшей замуж за композитора Черепнина, было около семи лет, но эта удивительно хорошенькая девочка была для своих лет необычайно развита и выглядела гораздо старше своих лет. Ее сестре Милечке, впоследствии генеральше Хорват, плотненькой, немного приземистой, всегда веселой и шаловливой, было около пяти. Трехлетний Аля был толстеньким карапузом на немного кривых ножках, которые, впрочем, очень скоро совершенно выпрямились. Что же касается до четвертого ребенка Альбера и Маши, крошки Коли, то он только предыдущим летом явился на свет и, естественно, что он эти первые годы своего существования никакого интереса для меня не представлял. Настоящей участницей моих забав в играх, в беседах, в чтении сделалась одна только Мася, но и то не сразу, а постепенно, в особенности с весны 1883 года, с того момента, когда я стал подолгу гостить у брата на даче под Петергофом. За детьми присматривала немецкая Бонна Аделя, особо уже не первой молодости, склонная к баловству и к шутовству, охотно подчинявшаяся и самым диким фантазиям своих воспитанников. Весь уклад жизни Альбера стал очень скоро оказывать на меня воздействие и непреодолимую силу притяжения. В целом, быт наверху резко отличался от нашего нижнего. Это мне особенно и нравилось. Насколько наш уклад носил характер чего-то патриархального, тихого, чуть даже строгого и чинного, что вполне отвечало и годам моих родителей и их природной склонности к чему-то спокойному и уравновешенному. Настолько Альберовский дом являл черты известного аргиазма и анархизма. Здесь царили артистическая свобода и беспечность, а это особенно нравится в детстве и в юности. В человеческой натуре живет столько еще мятежного, стихийного и дикого. Для того, чтобы как-нибудь укоротить эту дикость, требуются годы, в течение которых мы постепенно начинаем ценить навыки того, что выработала многовековая культура, создавшая сложную систему правил для сносного и даже приятного сосуществования людей. Я же был тогда довольно необузданным, очень до всего лакомым и любопытным мальчиком, а мою домашнюю дрессуру никак нельзя было назвать ни образцовой, ни выдержанной. И вот моим мятежным порывом, моему любопытству и жажде развлечений, альберовский быт и потворствовал в сильнейшей степени. Я находил там всяческую поблажку и поощрение своим подчас и очень странным фантазиям. Сам Альбер был моим великим поощрителем. В этом тридцатилетнем муже оставалась масса детского, и эта детскость сказывалась как в его ненасытной потребности в забаве, так и в удивительной способности организовать всевозможные развлечения, так и в его взглядах на семью, на обязанности супружеской жизни, на супружескую верность и так далее. Достойной парой ему являлась его жена Мария Карловна. Женщина в полном расцвете силы красоты, веселая, склонная ко всякого рода балагурству, добродушная, очень неглупая, порядочно начитанная, а к тому же столь же превосходная пианистка, сколь превосходным художником был ее муж. И он, и она, естественно, притягивали в свой дом самых разнообразных представителей искусства, литературы, музыки и просто света. В то же время оба были самыми гостеприимными хозяевами. Дом их был всегда открыт для друзей, а в разряд друзей попадал почти сразу всякий, кто появлялся у них на горизонте, кого они умели приручить и заставить себя чувствовать как дома. Но, кроме того, быт Альберовского дома был разукрашен всевозможными и весьма частыми праздниками. Не говоря уж об именинах и рождениях, по всякому поводу наверху устраивались обеды и завтраки, а по вечерам более или менее интимные танцульки. А раз в году непременно грандиозный маскарад, для которого многие, и особенно художники, норовили придумать особенно пикантные, смешные и роскошные костюмы. Самый пышный из этих маскарадов был устроен на Масляной в 1883 году. В этот вечер Альберовский зал среди бала в один миг, как в театре, превратился в ярмарку с сотнями фонариков, с гирляндами цветов, свешивавшихся с потолка, а в каждой двери появилась полавочка, в которых шла шуточная торговля всякой потешной ерундой. Хозяйка дома щеголяла в очень рискованном и очень оголенном туалете наяды, а Альбер носился по всем комнатам, наряженный с полным на то основанием волшебником, в длинную черную усеянную звездами мантию. Да и я был неплох в виде маленького мефистофеля, весь в красном, с традиционным перышком, на остроконечной шапочке. Этим костюмом я был чрезвычайно доволен, часто наряжался в него и в будни. Именно в нем я приобрел ту отвагу, которая понадобилась для моих первых любовных атак. Но кроме всей свободы, безалаберности и какой-то непрерывной праздничности, меня тянула наверх и чисто художественная сторона. Альбер периодически устраивал перед гостями демонстрацию своих новейших работ, а таковых у него набиралось особенное множество после каждой его поездки. В летнее время он совершал путешествия по России, в другие времена года по чужим странам. Так он за сравнительно короткий период два раза объехал север Италии, один раз спустился до Сицилии, из Палермо он привез одну из своих самых удачных акварелей, изображающую Монте-Пеллегрино. Побывал он и во Франции, и в Англии, а в 1884 году проехал в Алжир до Бискры, что тогда могло сойти за нечто вроде подвига. В Лондоне Альберу был устроен необычайно радушный прием братом нашего зятя Эдвардса Жорджем, тогда владевшим несколькими театрами, в одном из которых шла оперетка дворец правосудия, пользовавшийся необычайным успехом. Альбер запомнил многие мотивы из нее и часто вплетал их в свои импровизации. Об его чудесных импровизациях я уже не раз упоминал. Их я слышал теперь снизу из своей красной комнаты. При первых же аккордах я бросал все и летел наверх, чтобы хорошенько наплясаться, при соучастии моих племянниц, а иногда и братьев Марии Карловны Володи и Пети. Я уже рассказал про игру моей невестки и про то, что я ее не очень долюбливал. Особенно меня раздражали нескончаемые экзерсисы, гаммы, арпеджио или повторения одного и того же недававшегося ей пассажа. Однако когда Маша играла что-либо начисто, то это доставляло мне удовольствие. Благодаря ей я впервые оценил такие вещи, как некоторые сонаты Бетховена, лесной царь Шуберта и его вальсы в переложении Листа и особенно увертюру Тангейзера в переложении Таузика. Но играла она и другую музыку, которая нынче едва ли нашла бы одобрение. Как блестящие фантазии Листа на вальс из Фауста Гуно, на финальный квинтет Реголетто, как танец воинов из Нерона Рубинштейна. Этот танец вслед за ней и я одолел. И только концерт направника, который Маша разучивала специально для того, чтобы заручиться расположением автора, я терпеть не мог. Может быть, и не без основания. Но импровизациями Альбера и разучиванием серьезной музыки Маши не ограничивались музыкальные вечера наверху. Еще один член тамошнего общежития, постоянно гостившая у Альбера его невестка Соня, бывшая лет на десять моложе Маши, обладала на редкость роскошным голосом и готовилась стать певицей, знаменитой певицей. Ей пророчили, что она затмит Дюран и Зембих. И в этом ее усиленно поддерживал ее профессор, старичок Корси. Вставала эта склонная к Лене шестнадцатилетняя толстушка довольно поздно и сразу уединившись, дабы не мешать ни сестре, ни зятю, в ванной комнате она принималась за вокализы или за разучивание всяких арий для ее будущего оперного репертуара. Но вот эта ванная в квартире Альбера приходилась как раз над моей головой и потому, а также вследствие звонкого голоса певицы, я волей-неволей слышал каждую ноту. В часы, когда я находился в гимназии, это не имело значения, но как раз в те дни, когда, прикинувшись больным, я оставался дома и собирался заняться чтением или позабавиться каким-либо интересным делом, я принужден был с десяти часов выносить настоящую пытку. И тогда я посылал бедной, ни в чем не повинной Соне отчаянные проклятия, ведь я так несчастливо устроен, что всякая музыка отвлекает мое внимание и хотя бы такая, которую я ненавижу. В то же время пение этой, в общем, симпатичной и довольно, несмотря на склонность к полноте красивой девушки, постепенно меня заражало. Я как-то помимо сознания проходил благодаря ей своего рода систематический курс пения и, проходя его, открыл в себе богатые голосовые средства и возможности. Голос у меня тринадцатилетнего мальчика был еще дискантовый и именно потому я мог усвоить весь Сонин репертуар. Родись я двумя веками раньше, надо мной, пожалуй, была бы произведена известная операция и тогда я сделался бы соперником какого-нибудь Фаринати или другого бесполого виртуоза. Александр Николаевич Бенуа видимо вспоминает о Карло Фаринелли 1705-1782 годы итальянском певце Кастрати снискавшим громкую славу выступлениями на европейских сценах первой половины XVIII века. Так я с легкостью брал сразу и Си, и До, и даже Ми, изумляя Соню своими трелями, а спеть какую-либо арию из фаворитки, миньоны или сивильского цирюльника было для меня сущим пустяком. Многому я также научился, бывая по-прежнему еженедельно в итальянской опере и наслаждаясь голосовыми фокусами Марчеллы Зембих или Синьоры Репетто. Все же никакой существенной пользы я себе из всего этого не извлек. А после того, как года через два у меня надломился голос и я заговорил басом, я и вовсе отвернулся от благородного искусства пения. Но музыка музыкой, а все же не в ней и не во всей художественной атмосфере альберовской квартиры заключалась основная ее приманка. Пожалуй, даже и не в обитателях ее, а в том, о чем я уже упомянул, в каком-то духе вящей свободы, в забавной бесшабашности, в отсутствии какой-либо стеснительной дисциплины. В этом отношении согласие между супругами было полное, и черты эти получили особую прелесть в особе моей невестки, с которой у меня тогда завязался, несмотря на почти двадцатилетнюю разницу в годах, род настоящей дружбы. Одно время я даже вбил себе в голову, что я влюблен в Марию Карловну, а, начитавшись всякого сброда, мне такая преступная влюбленность как-то нравилась своей греховностью. Но затем эта блажь, не встретив ни малейшего поощрения, прошла сама собой, после чего все же наша дружба продолжалась несколько лет. Кончилась она только тогда, когда Мария Карловна выступила противницей моего романа с ее младшей сестрой Атей, романа, оказавшегося настолько сильным, что все козни против нас ни к чему не привели. Но об этом рассказ будет подробней в своем месте. Более всего меня пленило в Марии Карловне без того, чтобы я в то время отдавал себе в этом отчет вечно женственное типично женское отсутствие последовательности, какая-то смесь коварства с чистосердечной искренностью. Нравилась ее способность всем интересоваться и все же оставаться абсолютно далекой от какого-либо педантизма и вообще от какого-либо более глубокого вникания в предмет. Беседа с ней на самые разнообразные темы, будь то музыка или искусство, театр, или светские сплетни, рассуждения о Боге, о самых основах бытия, о морали и о порочности, была сплошным дилетантизмом, иногда сдобренном порядочной долей цинизма, но беседовать с ней было весело, особенно при ее манере перескакивать с одного предмета на другой, внося в каждую новую тему одинаковую страстность и живость. О чем только мы не говорили, что только не доказывали, до каких высот не добирались, до каких безд не брезгали спускаться. Альбер в этих ежедневных словопрениях, обыкновенно вечерних, когда дети уже были уложены спать, участия не принимал. Ему было мало дела до всякого мудрствования, зато очень любили вступать в словесное единоборство с Марией Карловной ее поклонники, а их постепенно образовался целый рой. Вообще, гости в доме старшего брата не переводились. Я не помню в эту эпоху 1883-86 годы завтрака или обеда наверху, за которые не садилось бы человека три-четыре посторонних. Были среди них такие, которые были как бы абонированы и которых можно было встретить там чуть ли не ежедневно. Таковыми были глуховатый шутник Лебурде, милейший горбунчик Гадон, друг многих петербургских дам, которых притягивало и его мнимо злобное остроумие, и его прелестное лицо, так странно посаженное на кургуза его туловище. Таков был еще блестящий флигель-адъютант Христофор Платон Чфон Дерфельден и еще кое-кто. Но были и такие, кто появлялись как-то неожиданно, а недели через три исчезали бесследно. Альбер и их величал своими лучшими друзьями, причем я убежден, что в эти минуты он сам верил в эту дружбу, хоть иногда в точности и не знал, как их зовут и кто они такие. Еще больше гостей у Альбера и Маши бывало летом, в дачной обстановке, где многие оставались ночевать, а то и проводили несколько дней под гостеприимным кровом моего брата и в той чарующей атмосфере, которую без всяких усилий умела создавать его жена. Такое присутствие многочисленных гостей приняло прямо хронический характер, когда Альбер, начиная с лета 1883 года, стал жить в открытой им деревушке Бобыльской, находившейся в двух верстах от Петергофа и расположенной у самого берега Финского залива, между двух обширных парков. Тот, что лежал на запад, входил в состав так называемой собственной его величества дачи и сливался с еще более пространным парком герцогов Лейхтенбергских, а тот, что лежал на восток, принадлежал принцу Ольденбургскому и его супруге Евгении Максимилиановне, дочери великой княгини Марии Николаевны. Гостил я у Альбера и Маши в Бобыльской на правах ближайшего родственника, но, в сущности, я и не гостил, а жил месяцами, имея свою комнату и все предметы, без которых я не мог обходиться. И, разумеется, воспоминания, связанные у меня с этим моим пребыванием, принадлежат к самым чудесным в моей жизни. Начать с того ощущения какой-то стихийной легкости, которая была вообще присуща моему возрасту. Я только что вступал в отрочество. В эти годы обладаешь способностью уходить с головой в любое увлечение, а у меня уживалось их целая масса, начиная с влюбленности в разных девочек, которым, хотя и было еще меньше лет, нежели мне, но которые умели отвечать на мои чувства, и кончая всяким вздором, вроде собирания марок или насекомых. Да не подумают, что я так пренебрежительно отзываюсь о филотелии или о науке энтомологии. Вздором это собирательство было у Шуреньки Бенуа тринадцати лет и оставалось вздором, впрочем, чрезвычайно его поглощавшим, до пятнадцати. Ах, каких я изумительных громадных кузнечиков ловил на дубовой полянке! Как безжалостно я их и всяких жуков и бабочек нашпиливал на булавки, предварительно умертвив их эфиром. А однажды на берегу моря я словил и скорпиона. Честное слово, то был скорпион! Какие волшебные прогулки я совершал, бродя по тенистам в лес, переходящим аллеям Лехтенбергского парка! И, добираясь по шоссе до Петергофа и, вступая под сень Нижнего сада, или Английского парка! И еще, какое наслаждение, пожалуй, наиболее сладкое и острое купание в море! Стоило сделать шагов тридцать от калитки Альберовской дачи, перейти через береговую дорогу, спуститься по невысокому валу из крупного булыжника, и уж под босыми ногами ощущаешь плотный песок, а еще через пять-шесть шагов на пальцы ног начинает набегать нагретая солнцем волна. Любители и виртуозы купания жаловались на то, что в Бобыльске приходится идти очень далеко, пока глубина воды не окажется достаточной для плавания. Но я плавать не умел, так и не научился, и с меня было довольно того, что я, барахтаясь в теплой и все же освежающей стихии или лежа на спине, ощущал ласковое прикосновение медленно скользящей по мне воды. В последующие годы у каждой дачи в Бобыльске были построены мостки, а на концах их раздевальные будочки. Эти жиденькие постройки придавали под вечер что-то японское пейзажу. Но в первое наше Бобыльское лето 1883 года такие мостки с купальней были только у дачи богатого фабриканта Сан-Галли, и туда были приглашены купаться наши дамы Маша и Соня, и вообще взрослые из Альберовской компании. Напротив, я все еще пользовался привилегией мальчика, хотя и перерос обоих своих родителей, и многое познал такое, что мальчику еще рано знать. Поэтому я позволял себе вольность, завернувшись в простыню на голое тело, подобно античному греку, шествовать до воды, и, дойдя до нее, скинув свой гематион, предоставлять все части тела беспрепятственному лапзанию солнца, воды и зефиров. Немного позже, впрочем, у меня с Володей и Петей Кинт появилась манера выезжать на рыбацкой лодке подальше в море, там бросать якорь, необходимо, однако, было, чтобы я продолжал чувствовать дно под ногами и спускаться в воду. Но вылезать из воды обратно в лодку было довольно мучительно, и потому этот способ не имел большого успеха у меня. Никогда раньше я серьезно не пробовал своих сил в гребле. Прогулки по каналам и прудам Кушелевки в счет не идут, а тут, движимый примером друга Володя, я как-то присоединился к нему, чтобы сдвинуть с места тяжелую рыбацкую лодку, и это показалось мне не столь уж трудным и чем-то даже очень занятным. Через неделю мы с ним уже плавали в этой лодке довольно далеко вдоль берега, забираясь в густые тростники, наезжая на те бесчисленные подводные камни, которыми усеяны берега Финского залива. Альбер не мог оставить эти наши забавы без какой-то шуточной регламентации и без того, чтобы самому не принять в них участие. Очень быстро он образовал из мальчиков нашего возраста сыновей соседних дачников, тут были представители фамилий Штейнер, Кроте, Небо и другие, своего рода маленькую команду, нанял у рыбаков нужное количество лодок и сам возвел себя в чин адмирала. Он только что тогда научился ряду морских терминов, а мы, матросы, слушая его командные крики и боцманские свистки, выучились класть весла на воду, табанить, брать весла на валёк и так далее. Для себя Альбер неизменно брал лодку, в которой матросами были Володя и я, и мы в качестве адмиральского судна, торжественно плыли впереди других, не допуская, чтобы лодки Небо или Штейнеров нас обгоняли. Чтоб особенно отличить нашу адмиралтейскую лодку от других, нам были сшиты особые красные костюмчики. На головы же мы получили тоже красные фуражки наподобие польских конфедераток. Наконец, на маленькой мачте нашей лодки развивался какой-то фантастический адмиралтейский флаг. А с кормы к воде свешивался трехцветный национальный. Альбер гордился своей флотилией, и особенно он радовался, когда в праздничные дни мы гуськом плыли к купеческой пристани Петергофа, верстах в двух от Бобыльска, дабы встретить и отвезти к нам на дачу прибывших на пароходе из Петербурга, приглашенных к завтраку или к обеду. Как раз с 1883 года стали ходить между Петербургом и Петергофом два новых, в чужих странах построенных парохода. Их кормовые половины первый класс были снабжены верхней палубой и верхними каютами. Под капитанским мостиком была устроена ванная. Одно время я из мальчишеского снобизма брал такую ванну, что сокращало время пути. Превосходно был налажен ресторан-буфет, и нередко я, обладая юной ненасытностью, пожирал в нем чудесные бифштексы по-гамбургски и тому подобное. В эту эпоху путешествие в Петергоф морем пользовалось популярностью, особенно среди придворных и василиостровских коммерческих людей, из которых многие имели в Петергофе свои собственные, часто роскошные дачи. Надлежало как можно ближе подойти к надвигавшейся громаде, о, как начинало тогда качать на волнах, образованных сочно чмокающими лопастями пароходных колес, и, поставив весла вертикально, кричать во всю мочь «Ура!» Пассажиры на пароходе едва ли бывали особенно поражены такой демонстрацией, но нам и особенно самому Альберу казалось, что эффект получался колоссальный. Вслед за тем, подъехав к сходу дамбы, мы принимали в лодки гостей и плыли обратно в Бобыльск. Вот этот обратный путь был гораздо утомительнее. «Отяжелевшая лодья то и дело наезжала на мели или на подводные камни, и в таких случаях приходилось нам, матросам, снимать обувь и, засучив штаны под самый живот, слезать в воду и изо всех сил толкать лодку, пока она не сдвинется с места. У бедной нашей мамочки при таких похождениях делалось такое лицо, точно мы и впрямь терпим кораблекрушение, но Альбер, не теряя присутствие духа, продолжал отдавать распоряжение с классическим спокойствием морского волка. Несмотря на свои тридцать лет, на свое положение отца четырех детей, он забавлялся еще пуще нашего. Впрочем, он и не мучился так, как мы. Шутка сказать, прогрести подряд две версты в один конец и две в обратный, да еще получив значительную нагрузку. Не мудрено, что мы с Володей доплывали до Бобыльска совершенно уморенные, обливаясь потом, с лицами не менее красными, нежели наши костюмы. Одно событие, происшедшее среди лета 1889, в нашей семье способствовало тому, что Альбер, а за ним и я с Володей, заделались моряками. В июле вернулся после своего кругосветного плавания наш брат Мишенька, Мичман флота Михаил Николаевич. Пошли всякие чествования его, и естественно, что это повело к сближению нас с рядом его товарищей по плаванию на клипере Пластун. Из них особенно часто стали бывать у Альбера и Маши красавец Патрикеев, мягкий, нежный князь Путятин, до смешного близорукий бородач Виноградов, строгий, малодоступный Полис. Но еще за несколько месяцев до того один офицер с той же эскадры, получив официальное поручение, прервал кругосветные путешествия и прибыл в Петербург, привезя с собой от Мишеньки поклоны и кое-какие подарки. Дальше я расскажу, какую роль суждено было сыграть именно этому Истомину в семейной жизни Альбера. Здесь же достаточно будет, если я скажу, что все эти господа морские офицеры то в белых летних кителях на даче, то в темных с золотыми пуговицами сюртуках в городской обстановке стали года на два на три самым обычным у нас элементом и в частности придали Альберовскому дому совершенно особый характер. Эта морская молодежь с своей стороны прямо влюбилась в моего брата, в его радушие, в ту радость, которую излучал Альбер. Некоторые стали совершенно своими людьми, другие оставались на несколько более официальной ноге. Наконец, тому же странному преобладанию морского элемента в этот период жизни Альбера послужило то, что как раз тогда государь Александр Третий через воспитателя своих детей, нашего свойственника Чарльза Хиса, познакомился с художеством Альбера, чрезвычайно оценил его и пожелал, чтобы сам художник лично сопутствовал ему во время летних плаваний по финским шхерам. Первое такое плавание произошло в том же году, и с тех пор Альбер каждое лето бывал удостоен высочайшего приглашения. Продолжались эти царские плавания несколько недель, и происходили они в составе флотилии с большой царской яхтой Царевна во главе. Альбер, если память мне не изменяет, получил постоянную каюту на небольшой пароходной яхте Славянка, но почти ежедневно бывал приглашаем к царскому столу, и после обеда принимал участие в совершенно непринужденной беседе в кают-компании Царевны, услаждая иногда слух августейших хозяев импровизациями на рояле и забавляя их музыкальными пародиями или фокусами, на которые он был большой мастер. Во время же частых остановок он участвовал в пикниках, до которых и государь и государы были большими любителями, причем он тогда же фиксировал в аквареле тот или другой живописный уголок, изумляя всех своей виртуозной быстротой и редкой верностью глаза. Многие такие акварели приобретались царской четой уже в Петербурге и часть их посылалась в дар родителям императрицы в Данию. Возвращался Альбер с таких экскурсий в очень приподнятом настроении и его рассказы обо всем виденном, слышанном и пережитом знакомили нас с тем замкнутым и полным своеобразной прелести миром, куда он был допущен. Альбер с тех пор и в городе бывал в Аничковом дворце, куда ему был открыт доступ помимо обычных правил придворного церемониала. Знакомство с оттенком дружбы, что завязалось у Альбера с командным составом яхты царевны, стоявшей все лето на Петерговском рейде. Грациозный силуэт ее был мне до того знаком, что и я мог нарисовать ее наизусть. Получила свое увенчание в той авантюре, о которой я сейчас расскажу. Уже несколько раз господа офицеры царевны приглашали Альбера и его близких провести вечер у них, но на сей раз за нами должен был прибыть большой парусный бот, на нем мы совершили бы предварительную прогулку по морю до Кронштадта, а к девяти часам этот бот доставил бы нас на царевну к ужину. Программа представлялась весьма соблазнительной, но выполнение ее представило неожиданные и весьма неприятные особенности. Как раз тогда, когда бот показался на траверсе Бобыльска, небо затянулось черными тучами, поднялся ветер и море покрылось барашками. Однако было поздно отменять прогулку, ведь никаких радиопередач тогда не существовало, и пришлось таки нам с Володей на нашей лодке отправиться к стоявшему в четверти версты от берега боту, не имевшему из-за недостаточной глубины возможности приблизиться к берегу. Дамы, Маша и Соня стали было протестовать, но Альбер оказался неумолим. Нельзя же было нанести такую обиду милым, радушным офицерам. И вот, скрипя сердце, мы и поплыли. Я и Володя на веслах, Альбер у руля, обе дамы рядом с ним. Плавание это оказалось далеко не столь простым и легким, как наши обычные прогулки. Ветер дул все сильнее нам навстречу, волны становились все выше, и нужно было напрягать особые усилия, чтобы их правильно перерезать. Плыли мы не десять минут, как рассчитывали, а целых полчаса. Качало немилосердно, и обе наши дамы заболели, а мы совершенно выбились из сил. Когда же, наконец, мы подплыли к боту, то потребовалась вся сноровка бывших на нем двух офицеров и нескольких матросов, чтобы нас одного за другим пересадить, точнее, перебросить с одного судна на другое. Причем, надо было ловить момент, когда уровень крупного судна и уровень нашей утлы лодчонки на секунду равнялись. И ловкие же парни были эти матросы. Двое из них спрыгнули к нам в лодку, схватывали нас и, скажущейся легкостью, передавали с рук на руки. Нечего было и думать продолжать намеченную прогулку, нечего было и рассчитывать на то, чтобы сдвинуться с места, ибо буря не позволяла поднять ни одного паруса. Бот, стоя на якоре, плясал, как одержимый, палубу то и дело окатывала волна. Дамы спустились в каюту, но оттуда, преодолевая шум ветра и волн доносились отчаянные их стоны и крики. Зажгли фальшфейры. В ответ на них на царевне, но не сразу, взвелась ракета. Это значило, что нас увидали, что нам пришлют помощь. И действительно, скоро по волнам заскакали огоньки приближающегося парового катера. О, как я оценил тогда преимущество фультоновского изобретения перед самыми прекрасными благородными системами парусного плавания. В конце концов, все обошлось благополучно. Нас снова перебросили с бота напыхтевший рядом пароходик, а еще через несколько минут мы уже взбирались, бедные наши дамы, в каком они были виде, на царевну. Наша лодка была привязана к боту. Там насадили в сухие одежды, дамские платья отправили в кухонное отделение для просушки у очага, а пока они должны были довольствоваться на маскарадный манер одеждами матросов, что придало всему лишнюю пикантность. На том же катере мы были доставлены затем до купеческой гавани, но до дому пришлось добираться пешком, так как в столь ранний час нельзя было и думать об извозчиках. Это возвращение оставило, впрочем, во мне и в Володе неизгладимые и весьма пленительные воспоминания. Очевидно, действовал контраст со всеми пережитыми ужасами, лазуре. А может быть, и те несколько бокалов шампанского, которые были выпиты за взаимное здоровье. Солнце уже медленно поднималось по совершенно очищенной лазуре. Из садов, лежащих вдоль шоссе, текли дивные запахи цветов. В деревьях Ольденбургского парка птицы неистово заливались на самые разнообразные лады. В радостных розоватых утренних лучах все казалось вымотом, точно покрытым свежим лаком. Лишь ветки, валявшиеся на дороге, говорили о только что пронесшемся шквале. Помянутый только что Истомин, тогда в чине лейтенанта, обладал характерно российской наружностью. Широкоскулое лицо, монгольские хитрые голубоватые глазки, не очень отчетливо обрисованный нос, белокурая, еще юная борода, стриженная с намеком на бакенбарды, нисходившая с пухлых губ, не то насмешливая, не то приглашающая улыбка. При этом стройное сложение, раскачка в походке и сиплый точно с перепоя голос. В общем, определенный сердцеед, обладавший большим остроумием. Он сознавал свою неотразимость, свой победительный шарм, но отнюдь не щеголял этим, а скорее прикидывался славным, беспечным простаком. Как уже упомянуто, он прибыл в Петербург еще зимой, а к лету, когда вернулся и наш Мишенька, Истомин был уже совершенно своим человеком в доме Альбера, который в нем души не чаял. Проводил он наверху целые дни с завтрака до ужина, и то слонялся по комнатам, без церемонии заглядывая и в спальню, и в детские, то сидел под боком у работающего Альбера, рассказывая ему свои путевые впечатления, рассказывать он был мастер, то опускался с Марией Карловной в споры на самые разнообразные темы, чаще всего обсуждая произведения литературы, преимущественно русской. Вопрос о виновности друг перед другом героев Тургенева и Достоевского, Пушкина и Лермонтова, ожесточенные попытки оправдать или обвинить его или ее, приводили между ними даже к чему-то вроде ссор. Истомин становился неприятным, бичующим с высоты какой-то им самим сочиненной морали, Маша обижалась за своих любимцев. И все это в освещении тогдашнего обязательного свободомыслия и непризнания предрассудков. Такое положение длилось в течение двух лет. Оно, видимо, не тревожило Альбера, который со своей стороны продолжал свои ухаживания за любой попавшейся ему на пути юбкой. Но не так стали относиться к этому разные близкие люди. И среди них жена брата Леонтия, другая Машенька. Она являлась, несмотря на свои элегантные манеры и английский язык, типом, выхваченным из Островского или Мельникова-Печерского. Постепенно, особенно во время летних пребываний, войдя в доверие Марии Карловны, Мария Александровна окружила свою невестку целой сетью наблюдений, приведших ее к убеждению, что дело с Истоминым обстоит неладно, что под всем этим что-то есть. Не обошлось и бесхарактерно женской провокации и усилий добиться по дружбе каких-то признаний. А там началось наведение на подозрение наших родителей и самого Альбера, который, вероятно, предпочел бы, чтобы его оставили в покое, чтобы ему не открывали глаз, считая, что поведение жены устраивает его собственные дела. Наконец, в 1885 году положение обострилось настолько, и многое стало до того очевидным, что Альбер с женой завели две спальни. А потом произошла размолвка и между Истомином и Машей. Истомин попытался было высказаться в художественной форме, он сочинил пьесу, которая была дана на сцене театра на Метте, на офицерской, но пьеса, кажется, то была драма, прескверно сыгранная любителями провалилась. И эта неудача окончательно омрачила существование молодого человека, разнесся слух, что он пытался покончить с собой. А затем, около 1887 года, Истомин и вовсе исчез, и о дальнейшей его участи мне ничего неизвестно. Мамочка сначала радовалась, что вот Шуренька нашел себе в доме старшего брата развлечения и отдых. Но затем она стала все менее одобрительно взирать на мои учащавшиеся посещения верха и на мою дружбу с Марией Карловной. Когда я впал в ту меланхолическую одурь, о которой я рассказал выше, то она охотно приписала это дурному влиянию своей невестке и даже имела с ней на этот счет объяснение, которое, естественно, ни к чему не привело. Бедная мамочка была на ложном пути, ведь Мария Карловна была совершенно ни при чем в этом моем кризисе. Вообще же я должен был в те годы безжалостно мучить свою обожаемую мать. Ее не могла не пугать моя скороспелость и то, что в четырнадцатилетнем мальчике появились повадки юноши, отведавшего всех соблазнов жизни. Однако не по вине Марии Карловны я стал таким, а благодаря чтению и своеобразному восприятию прочитанного. Было и много напускного, какого-то театра для себя. Мне нравилось корчить из себя порочного таинственного развратника. Я даже стал горбиться, волочить ноги, странно с надрывом кашлять. На улице стал я появляться в довольно неожиданных нарядах, приставляя к глазу где-то найденную лорнетку, а однажды прогулялся по всей морской в образе паттера, шествовавшего, уткнув нос в молитвенник. И в самом говоре моем появились тогда всякие гримасы. Я вдруг принимался говорить фальцетом, подслушанным у актеров нашего французского театра. Единственная вина Марии Карловны, если только это можно назвать виной, заключалась в том, что она как старшая не только не удерживала меня, не журила, а скорее забавлялась моими выходками, находя в них много пикантного и, пожалуй, кое-что и талантливого. Не прочь во время часто импровизированных полночных пирушек был я выпить, поощряемые Истомином, лишнее, и тогда мое ломание переходило всякие границы. Я нес безобразно циничную чепуху, мешая русскую речь с английской и с французской. Я переживал тогда в полном смысле слов неблагодарный возраст, переходный возраст. В дальнейшем я, вероятно, еще не раз буду заглядывать в квартиру Альбера и Маши, так как именно в ней начался и получил свое первое развитие тот роман, которому было суждено стать моим романом жизни. Но здесь я хочу упомянуть еще про одно из любимых при провождении времени наверху, а именно об увлечении Марии Карловны спиритизмом. Маша была вообще склонна придавать значение общению с потусторонним. Так, довольно часто она посещала профессиональных гадалок и слепо верила их вещаниям. Любила она слушать и разговоры про всякие чудеса, происходившие в обыденной обстановке. И все это невзирая на то, что, как верное дитя своей эпохи материализма, она должна была бы такие росказни презирать. Таким же уклонением от разумных принципов, достойных просвещенного XIX века, являлась и ее страстишка к столоверчению и к прочим попыткам входить в контакт с миром неведомых, но пребывающих вокруг нас духов, спиритические сеансы особенно участились наверху с 1884 года, и это, вероятно, связано с тем, что сама Мария Карловна после нескольких лет довольно ровного супружеского счастья как раз как-то запуталась, сбилась с толку. Альбер никогда участия в этих сеансах не принимал и относился к ним скептически. Напротив, я, усердный читатель Дюма отца и немецких романтиков, помешанный на трагедии Гриль Парцера про матерь, только что получившие глубочайшие впечатления от спектаклей Томмаза с Альвини, особенно от сцен с привидениями в Гамлете и в Магбете, я стал верным участником этих родений. В компании Марии Карловны, ее сестры Сони, ее брата Володи и Истомина, я просиживал часы в потемках за одноногим столиком, топчась, увлекаемые им по комнате или прислушиваясь к тем ответам, которые вселившийся дух давал посредством ударов ножкой столика по паркету. И тут же я должен покаяться, что весьма часто это был я, кто толкал стол и кто его наклонял для получения ударов. В то же время я не сомневаюсь, что и все прочие участники и в первую голову наша верховная жрица Мария Карловна занимались такой же мистификацией. Спрашивается, что могло в таком случае нас побуждать продолжать заниматься обоюдным надувательством? Ведь не те заверения, которые слышались то от одного, то от другого, что он, где или она не жульничает. Получая такие заверения, каждый из нас знал, что и он не безгрешен в том же обоюдном обмане. Но вот таково прельщение, оказываемое на людей загадкой, окружающей нас тайны, что даже ребячески шаловливое и основанное на обмане решение этой загадки может не только тешить, но в известной степени и удовлетворять. И вдруг наше родение за столиком получили совершенно неожиданное завершение, тем более нас изумившее и напугавшее, что месяцами продолжался помянутый взаимный обман. Все обманщики оказались посрамленными чем-то таким, что действительно запахло жуткой тайной. Происходило это еще до перестройки альберовской квартиры, когда из большой залы летом 1885 года были выкроены две комнаты. Именно в этой просторной довольно пустоватой зале с большими зеркалами до полу в простенках и с белыми бюстами Моцарта и Бетховена по углам происходил тот сеанс, который оказался последним. Заседание за столиком длилось уже добрый час. Ничего особенно не совершалось, всем становилось скучно. и тогда кто-то из нас шутки ради обратился к духу с вопросом не пожелает ли он себя проявить в какой-либо материализации. Когда дух ответил утвердительно, я предложил ему не сыграет ли он что-нибудь на рояле. И вот тут произошло совершенно неожиданное. В ту же секунду прогремела дикая рулада снизу доверху по всем клавишам благородного инструмента, стоявшего в совсем другом конце залы. При слабом свете, проникавшем от уличных фонарей, мы еще успели разглядеть, что с клавиатуры соскочил большой кот. Но вслед затем поднялся такой виск. Так все, сбивая друг друга с ног, ринулись к дверям, что осталось невыясненным, ниоткуда взялся, никуда он затем девался. Ведь Альбер не терпел у себя в квартире ни кошек, ни собак. Под этим впечатлением спиритические сеансы у Марии Карловны тогда и прекратились. Возобновились же они лишь около семи лет позже, когда она, уже разведенная с Альбером, жила отдельно в доме князя Львова на Большой морской. К этому времени мода на столоверчение была временно вытеснена модой на сеансы с блюдечком, которая двигалась по бумаге с написанными на ней буквами. И вот однажды дух через блюдечко открыл, что его зовут Ратоксяном и что он готов материализоваться особым образом. В назначенный вечер Маша, ее сестра Атя, тогда уже моя невеста, кузен Киндов Джон Валдштейн и еще какие-то знакомые уселись, так приказал дух, перед камином в зале, готовясь к тому, чтобы произнести заклятие. Формула была тоже преподана через блюдечко и гласила «Дух тьмы Ратоксян, восстань и явись перед нами». Надлежало его произнести три раза. Никто из присутствующих не верил в то, что он действительно что-нибудь и видит, и Марии Карловне пришлось строго приструнить тех, кто продолжали болтать всякий вздор или с трудом удерживались от смеха. После первых двух возгласов ничего не произошло, но после третьего произошло нечто столь же неожиданно, как тогда с роялем и котом, а именно, из каминной трубы со страшным грохтом посыпались кирпичи. И опять это оказалось достаточным, чтобы нагнать на всех дикую панику. Все разбежались в разные стороны и всякий интерес к дальнейшей материализации исчез. Блюдечная серия сеансов у Марии Карловны тоже закончилась навсегда. Чтобы исчерпать этот сюжет, весьма характерный для того времени, недаром Толстой счел нужным сочинить на ту же тему целую комедию имеются в виду плоды просвещения 1880 год. Я расскажу тут же еще про один случай, происшедший года через два. Заразившись от друзей Сомовых, я сам стал тогда увлекаться блюдечной вражбой. Эти сеансы происходили у приятеля Сомовых Преображенского, брата, ставший впоследствии знаменитой балериной Ольги Осиповны. Для этих сеансов я и посещал этого милого, но несколько вялого молодого человека в компании с Сашей и Костей Сомовыми и с каким-то нашим дальним свойственником, студентом Бауэром. Надо признать, что ответы через блюдечко бывали иногда поразительны по остроумию и по глубине. Однако и эти умные речи внезапно сменялись дикими шутками, а то и просто ругательствами, причем дух выказывал особую склонность к порнографии. Дам, к счастью, среди нас не было. Однажды кому-то из нас пришла мысль положить на бумажку с азбукой маленький древний образок, но не успели мы тогда коснуться пальцами опрокинутого блюдечка, Как оно с какой-то яростью налетело на образок и сбросило его со стола. Сила удара была такова, что медная иконка полетела в другой конец комнаты, и ее на силу потом нашли под диваном. Стол же опрокинулся и сломался. Я тогда же решил, что с меня довольна, что я не буду больше предаваться таким богомерзким делам. Тем более, что такие опыты и даже разговоры на тему, связанные так или иначе с потусторонним миром, неизменно вызывают у меня в темени своеобразное тупое и довольно болезненное нытье, указывающее, что заведующий именно этим департаментом моего мозга не склонен поощрять подобное. Предлагаю сей феномен вниманию ученых-френологов и психиатров. Сам же я с тех пор дал себе за рог больше не пытаться входить в какие-либо общения с духами. Не так отнесся к спиритизму мой приятель, знаменитый художник Рерих. С начала двадцатого века он вместе с женой стал систематически заниматься общением с миром духов, а позже в эмиграции превратил это занятие в нечто как бы профессиональное, что, как говорят, принесло ему немалую материальную пользу и всяческий почет. Александр Николаевич Бенуа не объективен по отношению к Рериху. На его оценках сказались те трения между художниками, которые возникли еще в девяностые годы и углубились в тысяча девятисотых годах. То, что Александр Николаевич Бенуа имеет в виду, говоря об общении с духами, было связано с активным интересом Рериха к буддийской философии, особенно развившимся в годы эмиграции. В послереволюционные годы Рерих переселяется в Индию, где пытается непосредственно соприкоснуться с истоками своей новой веры. Он посвящает себя с одной стороны для которых предпринимает опасные и сложные экспедиции в наименее исследованные районы Центральной Азии, а с другой стороны живописи, где реализуют свои эмоциональные, нередко мистические прозрения. Произведения Рериха поздней поры намного уступают по художественной значимости ранним русским картинам мастера, однако лучшие из них несомненно искренне и продиктованные новым для Рериха восприятием мира. Как бы не оценивать их живописный уровень, они едва ли заслуживают тех упреков в спекуляции, которые звучат в высказывании Александра Николаевича Бенуа. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова